Не ждите меня на работе Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 чуть больше, нежели, чем для наших риэлторов. Естественно, ЦДН отправился забивать, отыгрываться в домашнем матче, но, к сожалению, сделать этого, так, забегая вперед, пока еще идет видеоматч, сделать не удалось. Но, тем не менее, в целом, вот группу, да, ЦДН уже вышел тоже и готовится к плей-офф, можно признать успешный и удачный, да, проход впервые в истории для клуба. Очень важный турнир и очень многое вообще зависит от ЦДН, наверное, от Лиги Чемпионов, потому что дела во внутреннем первенстве не всегда идут хорошо, и команда иногда лихорадит, и, соответственно, из-за этого и результат тоже страдает, турнирное положение вместе с ним. А вот в Лиге Чемпионов, вот выиграли Лигу Чемпионов, тебе просят любовь, Сильвен. Вот что бы ты там ни сделал, вылетел бы в Первую Лигу, выиграл Лигу Чемпионов, тебе просят все, что угодно. Я думаю, что здесь и для ЦДН тоже есть такой вот некий шанс. Ну, согласен, но тут и ФКСП, выиграя Лигу Чемпионов, тоже все простят. Нет, ФКСП, я думаю, что не простят. Если команда вылетит в Первую Дивизион, но и выиграет Лигу Чемпионов, Нет, ну, естественно, не Первую Дивизион, но если не попадет, например, в призы, да, в принципе, хотя мы о чемпионате еще поговорим. Тот же Мега Титана, о котором мы сейчас тоже расскажем, тоже, да, наверное, трагедия будет, если команда не выиграет Лигу Чемпионов, потому что, да даже есть вообще из группы Нев, ну ладно, об этом еще поговорим. Еще мы досматриваем матчи ЦДН и Пищевика. Здесь достаточно крупная победа футболистов в салатовой форме. Да, вот таким получился этот матч. Ну, и еще один представитель Лиги Чемпионов, которому я затронул уже предыдущий матч, это Мега Титан. Команда встречалась на выезде с неприятной для западных командой тройкой регионно, и это всегда неприятный выезд, и тем более Мега Титан еще в прошлые выходные проиграл тройке здесь дома со счетом 3-2 и поражение. Здесь надо, наверное, сразу группу показывать, извините, Миша, чтобы хотя бы какое-то понимание, да, вот иметь, потому что Мега Титан сыграл намного меньше игр, нежели его конкуренты, да, и вот два очных противостояния с Селтиком как раз и решат, наверное, судьбу вот этой группы. Кто выйдет дальше, потому что тройка будет до последнего, я уверен, претендовать на выход из группы. Но Селтик у нас идет пока без поражений, стопроцентный результат, но вот два матча, да, еще играть, собственно, с Мега Титана. Хотя бы Мега Титан добыл важнейшую победу на выезде против тройки, потому что проиграй, и я думаю, что на выход было бы крайне сложно уже, наверное. Ну, пришлось бы Селтик дважды обыгрывать, а это очень сложно. Как раз такого же мнения придерживается и Сергей Кутузов, интервью с которым вы можете посчитать завтра на нашем сайте. Безусловно, об этом тоже речь там шла. Давай, наверное, спустимся чуть ниже к кубку ЛФЛ. Здесь, как мы уже сказали ранее, у западных команд все идет шикарно, причем при разных результатах. Застрим, наверное, внимание только на одной команде, на Москве, у которой не все так гладко. Да, команда сейчас еще занимает вторую строчку в турнирной таблице, но при этом, и за счет как раз творочной победы над Респектом Кипостом занимает вот эту позицию, но никто не может гарантировать сейчас в Москве, вот перед последним туром групповой стадии, что команда окажется хотя бы в стыковой стадии нашего плыва в сетке. Но Москва очень нестабильна, как в чемпионате, так и в кубке, поэтому здесь можно ожидать любого результата, как и выхода триумфального, так и, собственно, провала, и не выхода из группы. Поэтому здесь все настрой, наверное, зависит от настроя команды и от того подбора футболистов, который сможет приехать на данную конкретную встречу. В минувшие выходные Москва потерпела поражение, уступила РМА со счетом 3-5, и вот как раз в игры, наверное, в этой игре Москва бы с большей долей вероятности решила бы все свои проблемы. Но Москва проиграла, и поэтому все будет зависеть от решающего последнего тура. Да, согласен. Остальные группы, в принципе, более-менее понятны. Трансконтейнер уже давно у нас оформил себе выход, и пока что команда идет к стопроцентному графику, и будет здорово, если команда в шести матчах одержит шесть побед. Это будет действительно достойно уважения. Наверное, не так убедительно выглядит недавняя победа Трансконтейнера над финишем. Всего с счетом 3-2 была она одержана. Но, наверное, вы со мной согласитесь, тяжеловато. Тяжеловато, имея за спиной, в общем-то, все решенные задачи настраиваться на матч. Но все равно Трансконтейнер одержал победу, и с этим мы их поздравляем. Еще наш представитель в группе «С» – это футбольный клуб КПРФ, который также встречался с командой «Миллениум». Да, сыграли они 1-1. Здесь КПРФ, скорее всего, все-таки решил вопрос «выход из группы». Другое дело, с какого места. И, как вы помните, Илья Савченко в нашей передаче говорил, что не хотелось бы ему выходить со второго места и участвовать в дополнительной квалификации. То есть, вот здесь нужно будет все равно одерживать победу. Ну, как раз вот матч домашний против «Торпеды Сити». Ответить тем самым 3-0, которые были на выезде, да, по разным причинам. Вот как раз и посмотрим, делали в не самом хорошем сборе команды или же в чем-то другом. У нас есть еще одна команда, которая идет со стопроцентным результатом. Это «Магистрали», и, кстати говоря, у которой тоже не все в порядке. В чемпионате есть загвоздки, да, но при этом... Очень большие загвоздки. В Кубке ЛФЛ команда идет здорово, причем не самый слабый пятый элемент. И, тем не менее, одержано 5. Поища беда, известный кубковый боец, и здесь 5 побед. Но здесь все здорово, и «Магистраль» шагает уже весной и может уже настраиваться на победу в Кубке ЛФЛ. Тем более взяты ребята из «Нижгар Минерал», которые в этом году, собственно, одержали в Кубке ЛФЛ. И вот этот чемпионский дух они должны передать своим нынешним партнерам. Ну и, Дим, что у нас осталось? «Титан», «Титан» после вот этой шокирующей нас победой. «Поражение» от «Либо». «Либо», да, но со счетом 0-6 вернул, в общем-то, себе лидерство в группе. 12 очков набрал, 6-2 победы над ММФ. По-моему, все здорово у «Титана». Здесь мы тоже, наверное, все-таки, я бы поставил на то, что наша команда выйдет с первого места, никаких проблем не будет. Ну, здорово, да. Для нас сложились, для западных команд, эти еврокубковые дни. Практически все гарантировали себе выход из группы. Ну и пожелаем Москве и, особенно, в Лиге чемпионов в «Мега Титану» две победы над «Селтиком» и выход из группы. Безусловно. Движемся дальше. На пути у нас западная премьер-лига. Было сыграно очень много матчей и праздничные дни вмешались, поэтому постараемся, наверное, ни о чем не забыть, но при этом выделим, наверное, ключевые матчи. И начнем с противостояния между КПР и «Магистраль». Два коллектива, которые мне хочется сказать, ну, в какой-то степени неудачники этого сезона. Потому что вроде бы и на многое претендует, да, но пока очень слабо буксует. Ну, Илья Самчик, она, в принципе, по полочкам, да, разложил в предыдущей передаче, что и как, почему. Ну, вот, и здесь мы понимаем. Ну, вот «Магистраль» пока что тоже усиляется хорошими футболистами, тем же Бритовским, да, Крыжановским. Крыжановским, да, но при этом результата есть, результат не всегда присутствует. И вот матч с КПРФ показательный. КПРФ, на мой взгляд, сыграл в этом матче идеально и в обороне, и выдерживал всю линию, да, играл от обороны, играл внимательно, здорово. Ну, и, собственно, за что и был он вознагражден положительным результатом. Ну, кроме ударов, что Крыжановского, наверное, у «Магистрали» я так вот и не вспомню моментов-то. Ну, вот я по поводу «Магистрали» с тобой согласен, про то, что ты говорил в самом начале, да, вот этой нарезки. А КПРФ, мне кажется, в принципе, они понимают, с какими сложностями и трудностями они столкнулись в этом сезоне. И команда, понятно, почему ее лихорадят, да, почему она нестабильна, потому что все-таки идет какая-то вот опять перестройка, много новых, много кто ушел. А вот у «Магистрали» все-таки 10-я позиция после третьего чемпионата. С таким составом. С таким составом, с такими усилениями она вызывает большие вопросы. И вот это поражение от КПРФ, мне кажется, как раз идеально иллюстрирует вот эту ситуацию. Потому что у КПРФ-то даже, наверное, игра-то не была полностью потеряна. Да, может быть, где-то люди еще там не понимали в начале сезона, да, где-то не было взаимопонимания. Но в целом-то игра, тем больше, что и «Мадьяров» поправился, в целом игра у команды осталась. Другой вопрос, как сейчас стоит спор, как команда справится без Евгения Севастьянова? Кого-то придется искать на его позицию. Ну вот, пожалуйста, да, здесь Антоников забивает голый, как показывает, собственно, практика. Возможно, оно будет их лучшим, потому что теперь еще более сплотятся коммунисты, еще более будут играть в более командный футбол. Ну, при всем том, что Севастьянов мне очень нравится, мы смотрим второй гол Сашнина, который, кстати, просто классно проводит вот этот чемпионат. И если он продолжит, что он темп, я думаю, что он может название лучшего защитника претендовать. Очень мне Сашнин нравится в этом году. Ну и третий гол, собственно, Сергея Яшина уже был забит в классической контратаке. Да, и магистраль уже ни времени, ни сил уже не осталось на то, чтобы отыграться в этом матче. И, наверное, закономерная победа КПРФ в важном, в таком принципиальном соперничестве, потому что обеим командам нужны были очки. Да, матч, после которого стоит, наверное, КПРФ похвалить, а вот магистрали задать целый ряд вопросов. Но есть тренерский штаб, есть руководители команды. Я думаю, что будут с этим как-то разбираться, хотя уже середина сезона, да, нужно было как-то, наверное, раньше. Мне кажется, Александр Кудряшов начал себя немножко так вести спустя рукава на бровке. Если помнишь, он раньше более эмоциональный, то сейчас я наблюдаю, как-то он более спокойно стал на бровке. Не знаю, может быть, это лично мое мнение, но, может быть, не справляется он с коллективом. Вот у меня такое впечатление. И такое ощущение, что он не всегда знает, что хочет он от команды. И от этого бывают такие лидеры. Ну, все, может быть, футбол состоит из мелочей, и, в общем-то, любая мелочь может повлиять как-то на результаты. С другой стороны, вспомните, прошлый сезон, да, магистрали шла так себе в начале, но зато потом, под конец чемпионата, вообще были обыграны, по-моему, все, считая всех лидеров, да, и, то есть, как я уже говорил, что шутили, что магистрали может повлиять на распределение медали, да, а в итоге они обыграли всех и, в общем-то, никак не повлияли на турнирную таблицу. Давайте переходим к следующему матчу. И, конечно же, мы радуемся тому, как выглядит сейчас Веер. Веер сейчас хороший, и даже вот матч против ТТСП попал под нашу трансляцию. Симпатичен Веер, красивая форма у ФКСП, но и также все-таки у прокуратуры красивая игра. Ну, в какой сейчас форме находится Алексей Васильев, надо сказать, что просто сумасшедший, и он забивает первый мяч в игре, и, по-моему, он в каждой игре забивает именно первый мяч. Вот, помнишь, был в том году Владимир, считай, такой период, когда он забивал на первые 10 минут и приносил, собственно, победу. Вот здесь что-то похожее. Ну, вот, наверное, ключевой момент встречи. Не зря показывает нам сейчас Кирилла Бирюкова. Нет, нет, сейчас подожди, сейчас начало Веера ответит при помощи стандартного положения, а его на пенальти, да, вот здесь, ну, наверное, футбольные какие-то хитрости. С другой стороны, Ефимову, в общем-то, никто не запрещал не фалить, да, спокойно отпустить футболиста. Пименов реализует 10-метровый, но и вот теперь, Миш, действительно ключевой момент. Встреча сцепились два лидера команды, Пименов и Бирюков, и, пожалуйста, Фирсов здесь не церемонясь, показывает красную карточку. И на этом игра была сломана, ну, по крайней мере, для Веера точно. Вот, Дим, на твой взгляд, нужно было ли показывать эти красные карточки, да? Я скажу так, основания были показать эти красные карточки, потому что футболисты все-таки допустили, так скажем, рукоприкладство, да, то есть взяли друг друга за шкирки, и это действительно может караться красной карточкой. Ну и что нам сказать? Что касается духа игры, да, или, может быть, каких-то вот таких вот аспектов, то здесь вопрос спорный, здесь, наверное, для каждого, у каждого свое мнение какое-то присутствует. Ну, мне, допустим, было бы интереснее смотреть этот матч, если бы и Пименов, и Бирюков находились бы на поле. И я с тобой согласен, да, я здесь полностью поддерживаю точку зрения, и на мой взгляд, что вот желтые карточки, желтые карточки, они были бы более правильно по духу футбола. Ну, а с другой стороны, вот, если бы эти футболисты не были бы удалены, да, им просто бы показали бы предупреждение, непонятно, чем бы этот матч вообще закончился, и закончился ли он бы вообще, да, мы не знаем, как, насколько там вот страсти в этом эпизоде действительно разгорелись, но я думаю, что, как бы, это была все-таки не самая обычная стычка, которая на бровках, там, грубо говоря, между футболистами происходит. Ну, надо сказать еще, что потеря Пименова, она, конечно, неусполнима для Веера, чем Бирюков для ФКСП, да, наверное, тоже согласишься, если у ФКСП есть кем заменить, и, по сути, ФКСП наваливался на ворота Веера, и вот, я большим уверен был, что вопрос Гала, да, это был вопрос времени, а мы уже увидели два, Бирюкова, Бирюкова, Фаустова и Васильева, да, но Веер, к сожалению, я понимаю, что без Пименова крайне тяжело будет добыть победу, ну, максимум, что, да, отбиться как-то там, зацепить ничью, да, возможно, было, но, к сожалению, недотерпели. Вот здесь еще, к сожалению, если бы руководство Веера знало бы заранее, да, вот что на 20-й минуте команде придется действовать как-то, играть, существовать дальше без Бирюкова, возможно, был бы какой-то выстроен план, какой-то план Б или еще что-то, да, но сейчас в экстренном порядке пришлось что-то менять, и, конечно же, ну, какой-то полноценной замены у Веера просто не было, и вот этого плана Б вполне возможно не оказалось, то есть пришлось вернуться к каким-то старым наработкам, к каким-то старым схемам, ну, они могли бы уже и позабыться, да, и это не наигрывалось, скорее всего, а все-таки Пименов, он, по-моему, вообще чуть ли там ни одного матча не пропустил, но, может быть, один по этому как раз инциденту, конечно, это большая потеря для Веера была, ничего не скажешь, но, с другой стороны, ФКСП все-таки, ну, скажешь, что забил на два мяча, два мяча, да, 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 не было никакого численного преимущества, все здесь было по-честному, поэтому три очка ФКСП с победой поздравляем. Передача у нас выходит, к сожалению, или, может быть, к счастью, раз в две недели, события одного уикенда мы с Гори пополам все-таки осветили, но вот перейдем, наверное, и к минувшему уикенду, тем более, что здесь как раз все эмоции свежие, и, наверное, давайте сразу к делу, Портер Мега Титан, именно этот матч мы выбрали для трансляции в минувший уикенд, и я думаю, что вы должны с вами согласиться, этот матч того стоил. Как обычно, Портер поддерживала группа болельщиц, которая вдохновляла на подвиде подопечных Максима Ковальчука, но началась игра не ахти для Мега Титана, вот так Александр Куксов, неожиданно ударив, застал врасплох слова Архипова, да, Мега Титан начал здорово, мощно, и уже там к десятой минуте, по-моему, повелся в два мяча. Я бы обратил внимание на то, кто забивает, забивает Куксов и Кутузов, причем мы обсуждали в матче, сейчас, извините, это вот этот момент, как раз когда Портер будет камбэкать, нет, чуть попозже, так вот, как раз Кутузов и Куксов вернулись с чемпионата мира и приносят результат Мега Титану. В матче с тройкой регион также именно эти два футболиста забили, и Мега Титан выиграл со счетом 2-1. Вот здесь Алексей Захаров попадает еще в перекладину, мне кажется, если бы счет стал 3-0, то, наверное, ни о каком камбэке в концовке первого тайма, наверное, говорить не приходилось, но счет остался 2-0, а 2-0, это, как обычно, как я люблю говорить, это самый опасный счет 8 на 8, и это подтверждил, вот, собственно, Портер. Вот в концовке первого тайма получился такой навал у Портера, который завершился голым, голым Андрея Иванцова, вот это немножко расхлябанным. В середине действовали футболисты Мега Титана, и вот, пожалуйста, обрез, казалось бы, на чужой плане поля, но вот так Терентьев с Куксом не доглядели за Иванцов, и Иванцов за минуту буквально делает дубль 2-2, и в объятия партнеров он, конечно, прыгает. И вот начало второго тайма. Да, вот запомните этот момент, я имею в виду, когда забивал Иванцов, потому что в перерыве Мега Титану всем футболистам досталось от тренерского штаба, в интервью Кутузова вы можете узнать, кому досталось больше, но я думаю, что по этому моменту и так понятно. Так вот, Мега Титан во втором тайме, все-таки получив нагоняй какой-то от главного тренера, взялся за дело с новым рвением, с новым желанием, с обновившимися эмоциями, и мы видим, как Кутузов забивает этот, по-моему, уже третий мяч в этом матче. То есть хитриков, Ромаренко. Да, здесь уже Мега Титан не допускает осечек, уже внимательно, опять забивает два мяча, и вот мне показалось, интересно, а может ли повториться повторение первого тайма? Но все-таки выводы были сделаны, и Мега Титан сделал счет 5-2, хотя и пропустил. Все равно, но вот я заметил такую тенденцию у Мега Титана, что команда расслабляется либо после забитых мячей, если ведет 2-3 мяча, либо во втором тайме. Какой-то спад, он наступает. И вот для Мега Титана вообще-то это не очень характерно предыдущих сезонов. Вот сейчас для команды почему-то то ли недооценка, то ли, я не знаю, что наблюдается, такой момент. Я думаю, что согласитесь. Опять-таки вопрос их тренеру, это, наверное, все-таки больше по части какой-то игровой дисциплины, чтобы футболисты все 60 минут действовали с одним и тем же напором, вне зависимости от результата. Особенно говоря, о Портере. Дим, помнишь, я все пытался сказать о Портере, да, о своей ощущении? Ты так вспоминаешь этот момент пытался? Ну, просто видишь, обстоятельства сложились так, что, к сожалению, не было возможности то времени сказать. Я говорю о том, что вот вспоминая Портер прошлого сезона, я ждал матчи с лидерами, то, как себя проедет. Потому что Портер всегда в силу, возможно, календаря стартует очень мощно. Хорошо обыгрывает там середняков, которые идут в нижнюю часть турнирной таблицы. Мы все радуемся, какой Портер замечательный. Но как наступает череда лидеров, да, здесь команда сыплется и проигрывает, и начинается вот эта там черная полоса. Вот я ждал, собственно, серии вот сейчас, когда Портер началась, но я сейчас немножко другой все-таки стал Портер. Эта победа над Титаном доказывает, показывает моментами игры с Мега Титаном, тот же камбэк, то есть команда готова играть даже с сильным соперником, когда не очень хорошо складывается матч. И в целом по Портеру могу сказать, что сейчас это другой Портер, команда, которая может действительно бороться за попадание, ну, за чемпионство, наверное, нет, но за попадание в пятерку, возможно, даже там за третьими, с командой способна попороться. И меня вот Портер в этом сезоне радует, мне приятно вот смотреть, да, что это не команда, которая выиграет только в нижней части турнирной таблицы и играет за счет эмоций. Сейчас есть какой-то сбалансированный и сплав опыта и молодости. И все в целом мне Портер симпатичен в этом году. Портер будет в тройке? Портер будет в тройке, я думаю, что нет. Может побороться, может, но не будет. На очереди у нас матч, который, пожалуй, вызвал самый большой резонанс в минувшем туре и даже, наверное, дело не в самом результате, в каких-то моментах, в каком-то околофутбольном вот антураже. И давайте смотреть. Матч между, кем бы вы могли подумать, между ЦДН и Кеглями. Все, казалось бы, довольно-таки здесь прозрачно. Есть фаворит, есть аутсайдер, но то, как складывался матч и то, сколько здесь было моментов, в том числе каких-то, возможно, судейских каких-то решений или назначенных штрафных. Ну, судите сами, в этом матче было аж два пенальти. И вот, опять же-таки, попытайтесь угадать, в чью сторону эти два пенальти были, причем эти два пенальти были реализованы. Если бы на тренерском матче был Андрей Гольцов, то я думаю, что Дмитрию Шову крайне тяжело было бы работать на этом матче, потому что, я думаю, что Крик бы стоял очень-очень приличный. Мы видели, что Кегли, как и в матче с Китаном, я вспоминаю, вышли вперед, вот, и, соответственно, ЦДН нам нужно было отыгрываться. Ну, у ЦДН такой потенциал атакующий, да, такие футболисты, что с кем бы не играла команда, а Кегли – это одни из самых сложных соперников в плане обороны, вскрытия, уж поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Да, даже здесь, вот мы, как видим на экране, есть моменты у ЦДН, но вот с реализацией пока немножко хромало, потому что начинали уже спешить, да, и вот это уже, кстати, концовка-то первого тайма, когда Воробьев забивает, и здесь Капралов в первом тайме, да и в втором, ну, просто творил чудеса, действительно, и вручал свою команду во многих моментах. Ну, вот смотрим, пенальти, по-моему, вот это, да? Мои это или еще рано? Нет, рано еще. Да, очень активен был Виктор Воробьев, он много ударов наносил, как мы это узнаем, и забил много. Здесь вот один из, да, ключевых моментов, момент с красной карточкой. Согласен? Получает ее Даниловский. Очень спорный вопрос, выслушал я и ту, и другую, кстати, да, с этого штрафного. Еще и гол был? Да, Беренко. Да, да, но согласен или нет? Ну, есть арбитр, он решает, да, мы можем как-то вот обсудить. Я слышал две версии, да, и, наверное, все-таки я встану больше на сторону арбитра в этом эпизоде. Я объясню, почему, если мы будем разбирать этот момент дальше. Ну, как и если ты считаешь нужным, то, конечно, давай послушаем твою точку зрения. Ну, дело в том, что когда там Даниловский, возможно, он даже, да, докоснулся до мяча и прокинул, то есть, чуть изменил его траекторию полета, но при этом мяч был, ну, еле-еле он его коснулся, то есть, никакого сильного ускорения не было предано. И первым на мяче все равно, даже после вот этого падения, оставался игрок Кегли. И то есть, Даниловский, уже дотянувшись до мяча, получается, что скосил игрока, который находится с мячом. Ну, вот смотрим этот эпизод еще раз. И более того, вот Даниловский боролся один в один, и там был второй защитник, и если бы он пошел по диагонали вот сюда, смещение, то Даниловскому бы показали бы просто желтую карточку. Скорее всего. Потому что была подстраховка. Вот здесь вот такой вот момент, Миша, а у тебя какое мнение? Ну, вот, ты знаешь, до момента вот повтора, вот именно вот этого повтора медленного, который мы сейчас делали, да, у меня было мнение, что я тоже склонялся к тому, что красная карточка со всех эпизодов. Мне казалось, этот момент выглядит именно так. Но вот почему-то сейчас мне вдруг, возможно, почудило, что Даниловский успел сыграть мяч, и потом уже по инерции цеплял Панкратова. вот не знаю, мне показалось, что может быть стоит немножко по-другому. Но в любом случае, красная карточка была показана, удаление состоялось, кегли забили, а второй мяч повели, но затем, затем два пенальти, которые просто-напросто все перевернули. Да, действительно, вот ЦД никак не мог забить, а мы смотрим, что моментов было много, и их можно назвать стопроцентными, но лишь с точки удалось золотым это сделать. Виктор Воробьев подходит к мячу и, собственно, спокойно реализует этот гестиметровый удар. И здесь 2-2, и уже у нас была, по-моему, 60-ая минута встречи, по-моему, добавленная. Уже шло, и когда ЦДН зарабатывает еще один гестиметровый удар, и вот здесь Дим, тоже, наверное, не все так ясно и четко. Ну, я бы напомнил, да, про момент, ты еще за футбольный клуб «Рава БАК» сыграл в Сочи, чемпионат России, матч против СПЦ, да, и вот тогда мяч попал в руку, по-моему, если не ошибаюсь, Ботову, да. И вот момент тоже такой для разбора, да, тогда не был Ну, кстати, да, Дим, похож, ты вот понял, здорово, сейчас, ну, там как-то даже более откровенно была, и рука прямо там, она так стояла, что там, ну, сложно было. Не весь 10. Умой, нет, здесь, наверное, все-таки пенальти. Какое-то неестественное, мне кажется, в последний момент руку выкинул защитник как-то не очень естественный. Аберенко это был? Аберенко? Ну, скажи, это футбольные хитрости, это вот Алла Верды Игорю Куржановскому, да, который матчами ранее как раз заработал пенать. Может быть, тоже какие-то футбольные хитрости, но в любом случае... Ну, и казалось, что все, уже матч закончен, СДН одержит победу, волевую, сложнейшую, и хотя даже вот здесь СДН мог пропускать, но все-таки не удается там футболистский глей забить, и тем не менее Кегли сравнивают. Ну, честно, да, Кегли не заслуживали поражения, да, все-таки. Абсолютно. Кегли заслуживали, ну, как минимум, ничьей, что и удалось уже в компенсированное время просто вырвать вот такой еще красивый сухой лист, можно сказать, хотя там был небольшой рикошетик, но все-таки один должен Панкратову, да, который принес своей команде важнейшую ничью со счетом 3-3, потому что потом, может быть, и будет считаться вот это очко набранное, очень может в конце аукнуться. Да, безусловно, с тобой согласен, очень эмоциональный матч, очень яркий в плане вот моментов, но, как мне кажется, что как бы, да, вот что бы там не было в этом на поле не творилось, не происходило, нищает вполне закономерный итог данному противостоянию. Еще один матч, на который мы хотели бы обратить ваше внимание, это матч между Техносилой и Веером. Эти команды очень интересны, потому что Техносила после своей катастрофической серии поражений, кажется, начала обретать новый дух и как-то выставать из пепла, и вот этот матч как раз, наверное, хорошая иллюстрация данной картины. Вера выходит открывает счет в этом матче первым, и команда играет опять, точнее, вот матч без своего лидера Михаила Пименова. Напомню, что по две игры дали Берекову и Пименову, диспликация. Интересно было посмотреть мне на Вера без Михаила, то, как будет действовать, ну и, пожалуйста, как, немножко забегая вперед, скажу, насколько важен этот футболист в команде. Вроде бы играл неплохо, опять-таки обращу Миша на фигуру Василия Маврина из техносилы. Вот команда усилилась футболистом Селтика, очень сильный игрок, и мы видели, как он забил первый угол, обыграв двух защитников и пробил ближний угол. И вот как раз было бы интересно посмотреть опять-таки на их противостояние, но, к сожалению, Пименова не было. Согласен, Пименова не было, и для меня все-таки Веер с Пименом и Бес это две разные команды. Я в матче в техносилы еще раз убедился, да, Веер играл неплохо, но вот Мотора, человек, который пиханет, который придержит мяч, который сделает футбольную хитрость и пойдет в штрафной подставиться, таких, к сожалению, не было. Да, Веер собрался в хорошем составе, но вот, опять же, какой-то изюминки, которую именно вот добавляет коллективу Герасимов и Графова, все-таки ее не было. Вот, хотя техносила, опять же, ничем не впечатлила. Вот сейчас без Пименова встречалось два равных коллектива, я скажу. Два равных, и, по сути, так игра и складывалась. Нет, не согласен? Ну, я говорю, мне очень понравился вот 20-й номер сейчас на ваших экранах в Масире Маврин. На мой взгляд, техносила очень здорово привела селекцию в это трансферное окно, усилилась вот именно тем футболистам, которые и нужны в блокоманде. Я думаю, сейчас техносила будет прибавлять и попрет вперед. Ну, посмотрим, посмотрим. Говорит, Булыкину там чуть ли не лень играть, хотя тоже мы его ждем. Человек занятой все-таки сколько должностей, да, у него Сенников вообще был заявлен, да, из-за того, что он не может посещать матчи. Булыкина тоже вряд ли будем видеть часто, поэтому приходится ребятам как-то уже своими силами из-за этой ситуации выбираться. Посмотрим, что будет в дальнейшем техносила из себя представлять. Веер вот сейчас забил, и счет стал 2-2. Самое интересное, здесь была, конечно, концовка, было много эмоций. С Веером всегда игры очень эмоциональные, тем более, когда счет равный, 2-2. И мне казалось, что все-таки команда сыграет в ничью, честно говоря, потому что такая достаточно равная была игрушка-то. И играли команды обе, обе, неплохо. Но повезло, наверное, все-таки техносили. Вот здесь Маврин, да, все, в принципе, сделал для Лаевского, которому и удался этот решающий удар. Да, вновь возвращение Лаевского сейчас, наверное, уже такое полноценное, да, потому что все-таки после травмы должно пройти какое-то время, чтобы уже полноценно вылиться в чемпионат, вылиться в нужную струю, но Лаевский сейчас, вот, загревая победный мяч, как раз, видимо, отрирует, что, в принципе, где-то недалек, он от своих оптимальных кондиций. 3-2, именно с таким счетом техносила одержала победу в этой встрече, да, второй гол Вера. Третий гол Вера забил, ну, достаточно курьезно, да, но вот после чего, собственно, образовалось немножко у нас небольшая потасовка, заварушка на поле, но вот Дмитрий Герасимов пошел на такую хитрость, выбыв мяч из рук галкипера, насколько я знаю, это запрещено. правилами... Скажите, торшебно, когда тот, в общем-то, головой снял вот так вот, уголкипера мяч с руки, но, ладно, моментов очень много, и в том числе судейских, но здесь, мне кажется, что абсолютно точно правильно уголкипер не зафиксировал, а взять оборот. Все-таки грубовато это все выглядело. Дим, ну, и я так понимаю, что... Давайте таблицы бомбардиров покажем, потому что все-таки уже прошло 3 чемпионатов, и она хоть как-то уже начала вырисовываться. На первом месте здесь Эрик Корчагин с 16 забитыми мячами. Надо сказать, что предыдущую встречу в магистрале Эрик пропускал, не участвовал в ней, и все равно он сохранил за собой первую строчку. Далее, Алексей Медведев 13 мячей. 13 мячей? 13 номер с 13 мячами. Символично. Сейчас Алексей... Ну, если бы он еще не забивал весь остаток сезона, тогда, да, действительно, было бы символично, но я думаю, что число это изменится. Сергей Фаустов 12 мячей вместе с Кутузовым отделят они второе и третье места. Но и вот что интересно, да, и где-то даже необъяснимо, возможно, да, это пятая позиция Лаши Каши Кашвили. Дело даже не, грубо говоря, в том, что он только сейчас, наверное, пробует, да, на вкус премьер-лигу по-настоящему тогда, вот уже находясь в команде непосредственно на протяжении сезона, но он не получает так много игрового времени, как остальные футболисты Цедаян, или как тот же самый, может быть, Корчагин в магистрале, да, или Медведев, сейчас тоже, кстати, в Титанине не так много времени получает, и при этом всегда во всех турнирах в Кашкашвили борется за хотя бы золотые десанты. Ну, человек понимает, что ему отведена роль неударного форварда, да, и он понимает, что у него ограниченное количество времени, и, соответственно, за это время ему надо выложиться определенно, и в этом проблема вся, цена, там, остальные, условно говоря, 15 человек, да, Кашкашвили 16, все 15, да, это люди, которые считают, что они должны играть по 45 минут, по 50, да, и в этом проблема кроется, а Кашкашвили выходит на свой отрезок так, как будто это последний отрезок его матча, может не выйти, ему надо доказывать, ему надо... То есть, Кашкашвили это прекрасный игрок замены? Ну, возможно, возможно, интересно посмотреть, как он будет чувствовать, когда он будет в старте, надо тоже посмотреть, но человек просто пользуется своим шансом, он понимает, что для него это возможность играть в старте, играть больше, но, опять же, он этим пользуется, и здесь он здорово, конечно, отметить, можно его со положительной стороны забивать, и молодец, может так и лучше выбиться, глядишь, побольше будет играть. Турнирную таблицу представляем вашему вниманию, здесь вот тоже, да, как мы говорили, три чемпионата прошло, и что-то начало вырисовываться, мы видим, как ФКСП все-таки наконец-то поднимается, приближается к лидирующей тройке, мы видим, что здесь уже и Титан, и Мега Титан, и Трансконтейнер, Портер, и что отрадно видеть, ВР на шестой позиции, даже несмотря на поражение, а вот дальше идут четыре команды, которые, наверное, могли бы, да, и хотели бы претендовать именно на первую пятерку, но пока чего-то не хватает, не хватает немножко, это даже видно по разбросу в баллах, не хватает немножко, но вот чего-то действительно пока не хватает. Ну вот удивительно, видеть этих насилу выше той же магистрали, вот здесь. Магистраль-то вообще очень в плохом положении, в плане даже очкового запаса, там всего 17, по-моему, баллов набрано, и там, грубо говоря, до ЦДН там чуть ли не 10 очков, но это прилично, во всяком случае. И вот нижняя часть турнирной таблицы, здесь ЛЧО у нас поднялся, Москва и Космос, Кегли, Западный Легион, но Западный Легион там вообще непонятно, что тоже происходит, как и с Альянсом. А там я так понимаю, что идет некая даже не реорганизация команды, а возможно команда даже сейчас прям посредине сезона вообще строится заново, потому что покинули лидеры, даже больше скажу, не то, что не только лидеры, еще и представители команды, это Игорь Старцун, Алексей Лаврентьев, они покинули команду, сбежались кто-куда, и вот сейчас насколько я понимаю Клюев ну вернется наверное об ангар, об ангар, который был в первом дивизионе достаточно длительное время. Надо смотреть, надо следить за командой, будем надеяться, что как раз тот импульс и будет задан как раз нужной команде. Ну если подытоживая, да, таблица, турнирная таблица очень плотная, очень интересно наблюдать, и буквально одна победа, она может поднять команду вверх, так же, как и опустить, поэтому все очень запутанно, и здесь вот примерки игр, которые идут вроде бы внизу, но выгрызают очки и могут отобрать у любого, по сути, да, за это мы и этот чемпионат любим и ждем игр с нетерпением. После небольшой перезагрузки в нашей студии появляются аж сразу два эксперта, конечно же наш народный комментатор присоединится к разговору о первом и низших дивизионах, это Максим Киселев, ну и как мы обещали, Евгений Бакланов, представитель, идеолог, вдохновитель всея арсенала, также присутствует в нашей группе, в нашей студии. Жень, здравствуй, как твое настроение? Добрый вечер. Здравствуйте. Нормально. Как настроение в стане арсенала после недавней победы над Константантой с расчетом 7-1. Вот чего мы не ожидали такого разгромного результата. Дима, извини, я вот перебью буквально на секундочку. С Женей мы разговаривали насчет приглашения на передачу и он, это было после матча с Коммунаром, который сейчас в числе лидеров 3-4, и Женя сказал, что сейчас проиграли, куда я пойду? Вот выиграем, вот тогда обязательно приду. И вот победа 7-1. И Евгений, как обещал, здесь, с нами в студии. Но я на самом деле хотел прийти попозже, когда со всеми сыграть, хотя бы первый групп отыграть. Вот, но что-то вы меня затянули сюда рано, я еще всех не посмотрел, как говорится. А можно посмотреть всех? Константа хорошая команда, просто, ну, когда пропускаешь, там, ведешь уже с отсчетом, ну, 4 мяча, да, уже многие сыпятся. Не все могут обратно вернуть. То есть, и в первой лиге, в принципе, такая тенденция заметна. Все-таки команды более опытные, не женишь их в дивизионах. Ну, просто на Константу еще после Коммунара злые. Я там подсадил многих. Поэтому, это самое, так еще такой результат получился. Я думаю, что ответные, когда будет во втором круге с Константой, будет тетка очень тяжелая. Команда хорошая. Но в то же время, наш разговор просто так постепенно перетекает от западной премьер-лиги к первому дивизиону. Женя, в тот год, когда Арсенал вылетел в первую дивизион, опустился ниже, задача была вылететь. Я помню. И вы же не исправились. Команда просила потом премиальный за сезон. За выполненную задачу, да? Да. У нас премиальные, да, какие? У нас пришел 300 за игру, отдал, после игры еще банк, по 300 накатили, и вот такие у нас премиальные. То есть все по 300 в арсенале? Все по 300. Ясно. Но какие тогда были мысли? Все-таки, наверное, было грустно отчасти. Когда? Когда вылетели из первой и из высшей? Да. Да, да какое грустно, вот еще с облегчением, мы оттуда вообще вылетели. У нас разница минус 140 была, когда мы оттуда вылетели. У меня люди меня в черный список начали обносить. Я им звоню, там, игру будешь, хочу справиться, развратарь есть. Саня Трофимов был. Сань, приезжай, помоги. Мы там со звездами из телевизора играем. Саня, ну что, приеду, конечно, помогу, давай. Хоп, 18 ему отгрузили, потом еще играю. Сань, давай приезжай. Жек говорит, ну что-то мне уже не хочется. Ну ладно, выручу тебя. Еще 15 ему, хлопну. Потом это самое, звоню ему, трубку не берет. Потом через других людей. А я, говорит, тебя в черный список уже внес, чтобы ты мне не звонил, не просил, чтобы такая фигня была. И тяжело было команду собрать на следующий сезон? На следующий сезон тяжело. И мы, мало того, мы чуть во вторую, по-моему, в следующем сезоне не улетели. По-моему, так было первый год. Первой Лиге. Но многие психологически сломались. Люди просто, ну что, это не футбол, когда ты приезжаешь, тебе там по 15, по 18, отгружают, начали уходить уже. Многие хорошие ребята ушли. Сейчас многие вернулись опять в этом году. А сколько, Жень, примерно, ну там, в процентном соотношении вот тех людей, которые в Пример Лиге играли и вот которые сейчас в Арсенале, ну вот примерно так приблизительно, процентов 80 есть? 50 точно есть. 50 есть, да. Ну то есть, а вообще вот откуда столько футболистов, столько людей в команде, потому что сейчас на Арсенал просто либо дорого смотреть. Вот тоже футболистов не так уж и много. людей молодые, да. Не, ну я же тот же самый Дмитрий Кораблинов все-таки это звезда. он, конечно, усилил нас молодец. Тоже ветеранчик, ровесники мы с ним. В то же время Дмитрий нам рассказывал в комментаторской будке тайком, ну то есть по секрету, так сказать, что случаются матчи в первой лиге, когда отпускаешь его, да, на какие-то свои там игры, что некоторые матчи такой хороший сбор у Арсенала на игру, что даже Кораблин может отсутствовать. Подтверждаешь эти слова, Элла? Да, я подтверждаю. Но это не потому, что он бы не пригодился, а потому, что мне просто на всех надо куда-то деть, понимаешь? А у меня приезжает, я семерками, бах-бах, и у меня еще один стоит. Фигарит. Может, пора тебе уже добавлять кого-то в черный список, чтобы не звонили. Это можно на игру? Нет, у меня группа там, я в группе. Не, ну как, лучше больше, лучше мы посидим, но зато это самое, зато все по 300. Потом, потом нет никакой там, что у нас в том году было, да, у нас там ровно приезжает 7 человек, а иногда там на вторую игру, мы в ветеранку еще играем за винтек, вот, там на вторую игру приезжают люди, которые по 40 лет, и нас ровно, да, нас там болтузят, мы молодые, бегают туда-сюда. А у меня самый подвижный хав центральный, 46 лет, коляна. Какой вообще средний возраст на сценарий? Ну, Валька сейчас, Вальку заявили, Вальке, 16, он, конечно, нас сильно разбавил. Разбавил, так вообще, да. А так, наверное, на первом месте, да, вот по возрасту в первом дивизионе? Я думаю, не только в первом. С большим отрывом. Я думаю, что и в высшем, наверное, тоже, но если брать. Ну, Атлантис, да, ушел, возрастные игроки, да, теперь, наверное, и здесь тоже. Но, я так понял, что, даешь всем-то сыграть, да, кто приезжает на матчика, или там как-то вызываешь, то есть, ты говоришь, что семерками меняетесь. Все там 25 человек в группе, я пишу, и все, там игра там туда-та-та-та-та-та. Плюс-минус там, бам-бам поставили, кто плюс-минус, кто-то тянет там, что-то ждет, что-то не пишет ничего, потом бак приехал, я думаю, что тебе сказать, что ты что приехал. Ждет премиальный, еще плюс 300. Потом уже приезжай. У нас в сценаре все через плюс. Через плюс делается. Женя, такой может быть немножко вопрос с хохмой, но нынешнее положение, текущее в турнирной таблице, Арсенала, оно связано с тем, что ужесточили немножко правила вот первого дивизиона, то есть уже вылетает там чуть ли не 6 команд напрямую, да? 6 напрямую, еще одна играет даже таковой матч со вторым дивизионом. Я знаю, что просто ты был удивлен, когда приняли это решение. Да, ну это много. Много. Это много. Но с другой стороны, сейчас вот смотришь тоже, в принципе, уровень вот этих вот 6 команд, да, но не знаю, я не знаю, как просто во второй, да, может он для первой нормально, я просто не знаю, как во второй, но мне кажется, там же отрыв такой прям хороший. То есть пора что-то как-то вот немножечко поменять? Я думаю, ну, надо поменьше, во-первых, сделать, чтобы люди там не нервничали, потому что люди снимаются, просто команды, не выдерживают давление, они там идут на вылет, идут, идут потом, да ну, жопу. Да, вот Боровка снялась, Гордино будем. В том году наснималось, там сколько команд тоже. Энерго, кстати, вот снялись по ходу этого чемпионата. Уже две команды, да, за 14 тонов. Я, да, по энерго я вообще не понял, зачем мне. Вообще начали. Я думал, я думал, он усилился хоть, Динка-то, а он вообще не усилился. Не понял, зачем начали, зато понял, зачем закончили. Ну, закончил он правильно, ну, потому что, ну, что ему сходит смысл, он там приезжает, по 10 все тоже, бш-бш-бш. У него футболистов нет, там, ну, два человека, там, какие-то играют, вот. Ну, мучение, по сути, ну, что мучиться-то? Уйди пониже, гляду, там хоть как-то играй, хоть удовольствие получай, я так думаю, ну, насчет энергии. Сейчас Арсенал в первом дивизионе чувствует себя в своей тарелке, то есть, как, чувствуем себя отлично мы в первом дивизионе, вот. Я думаю, что будем повыше мы все-таки, чем сейчас, вот. Просто мы там, немножко нам где-то не повезло, где-то вот слишком ранний старт, вот этот вот, мы вообще еще были не на пике, у нас первые две игры, там, с Успенкой, мы 12 от них, по-моему, получили. У нас там вообще не сбор, все там, кто отдыхает, кто сломан, после, ну, все же на район еще там какие-то играют, там, после этих еще не восстановились, там, вот. Ну, просто жара 30 градусов, для ветеранов, там, да, для нас, ну, это, я понимаю, там, в 20 лет, да, дети бегают, им нормально, а у нас дешево, этот самый, тепловой ударчик не получил, и даже получил он. Это который самоподвижный в центре, да? Нет, нет, это Диша, да, Андрюха, Дишковский, самоподвижный, это Колян у нас, он бегал без фабилов, Емельян, Емельян, Колян, это вообще образец для меня, 46 лет человек, он еще вот так вот, бегает, мячей отбирает, ну, красавец, короче, сейчас опять сломан, видишь, не ломался бы еще, но сейчас восстановится, будем рвать на все. Но в то же время, вот, Арсенал проиграл четырем лидерам, Успенскому, Альбиону, Внуку, Комунару, и только Интеросу, вот, да, кто внизу идет. Интероса на нас приехали все хорошие, у них с нами, я не видел такого состава больше, я не знаю, может, конечно, они и таким составом умудряются проигрывать, но у них, прямо вот реально, приехали футболисты, а мы-то с Интеросом выходили играть, а не с футболистами, но ведь что-то мы так, как-то спустя рукава подошли, а они нас наказали, молодцы. Это вот эти знаменитые опасные ребята в спортивной форме Росича, которые вот все время появляются, футболисты профессионалы. Ну, сейчас в форме Росича, по-моему, пол Москвы появляется, и там у этого Росича, ну, все, меня это вообще не показатель. Откуда столько форм берется вопрос? Ну, возникает. Да, да, да. Что это Росича? Жить такой Росича? Да, какая-то команда там, где-то, ну, то есть из-за такого хорошего сбора не удалось, да, переграть Интерос? В принципе, остальную часть турнира проходите очень ровно. Сейчас на шестом месте идете, и вот буквально два тура назад вы были в стыковой зоне. Мы, наверное, плавно переходим, да, к вопросу о верхней части турнира таблицы. Вот, что можешь делать? Какие будут твои действия, если окажешься по итогу, вот, например, в стыковой зоне? Вот эти три, третий, четвертый место. Какие-то? С какой задачей для своих бойцов? Выиграть, конечно, в стыковой матч. Мы выходим на поле, чтобы играть и выигрывать, соответственно. По футбольному вопросов нет, это грозит, ты стал понимать, чем, да? Это грозит возвращением в Премьер-лигу. Что тогда будешь делать, если удастся? Ну, точно не буду уходить. Без, да даже если, если какой-то появится даже спонсор там или еще что-то у нас, хотя не появится точно, потому что у нас такие условия, просто денег нам дай и все, а мы тут сами будем рулить. На это никто, естественно, не пойдет. Значит, ну, без денег, в вышке делать нечего. Там уровень, там вот кегли, респект им, уважуха, ну, команда, да, молодцы. но они мне кажется единственные, кто там играет за свои. Ну, и дает какой-то результат. И результат еще дает, да. Каждый год причем, да? Красавцы. Ну, я их там знаю много, они с Матвеевки, там половина. Ну, там, нормальные, молодцы ребята, что-то. Тоже укрепляются там со всех команд, кто уходит. Но это исключение, которое подтверждает правила, как говорится, да, что других, другого такую команду не назовешь. Я вот не могу сказать, что они играют там прям в удовольствие, да, там может кто-то играет в удовольствие, там, Капрал тот же, да, ему по кайфу, когда там моменты постоянно он там стоит, там, а остальные их там волтузят, они каждую игру там на зубах вообще выковыривают, вырывают. А некоторые уже для удовольствия уже и в дубль перешли, чтобы там удовольствие получать. Ну, когда ты первая играешь, все-таки там попроще, попроще. Женя, так положа руку на сердце, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, Кегли ждет та же участь, как и Арсенал, вот, возможно? Ну, вот, я не знаю, я смотрю, вот, команды, которые сейчас в вышке идут, да, ну, наверху, да, но я не скажу, что они прям вот выше Кеглей по игре. То есть, ну, я имею в виду не в вышке, а в верхней части таблицы, тоже там, Успенская, Внуково, кто там еще, кто там, Альбион, Ну, ну, такого же они уровня, может быть, ну, может быть, чуть там по, отдельные футболисты есть, но, все-таки, это команды, Успенская, Альбион, Внуково, Комунар, это команда с деньгами, это команда с деньгами, а Кегли, команда без денег, вот, и это плюс, потому что, ну, деньги, ну, уже могут закончиться, может там какая-то еще фигня быть, да и в одной вообще, это, понимаешь, должна быть идея какая-то, а когда люди приезжают, там, как на работу, да, и там, гол не забил, там, украл у меня из кармана, там, полторы тысячи, да, смотрят друг на друга, там, ну, и здоровые ситуации, поэтому Кегли все-таки, ну, молодцы, ну, ничего, ладно, уже много я про Кегли, 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 ну, и что, дальше. Наверняка, следишь за турнирными событиями, и смотришь наши передачи, как ты уже говорил, скажи, пожалуйста, видел ли ты, вот, скажем, вопрос Михаила Меркулова, в прошлой передаче, про Успенская, про сможет ли команда пройти весь чемпионат, без осечек, без потерь? Конечно, не сможет. Абсолютно в этом уровне. Мы их прибьем, в втором круге, если вы. Тем более, да, после 12 мячей, это будет особый настрой. Мы с ними всегда в один мяч играем, или ничья у нас, или мы выигрываем, или они выиграют в один мяч, а тут 12 мы получили, но, естественно, особая мотивация на второй круг. Просто так, опираться. Но, в общем-то, и без Арсенала Успенской, со всеми так было. И без Арсенала Успенской потерял очки, причем сразу в двух матчах, да, вот после такого вопроса, после такого заявления, снова Москвой была добыта ничья, а Коммунару и просто Успенская проиграла. У нас, кстати, есть видео этого матча, можем также, в общем-то, немножко посмотреть. Ожидал ли ты, что Коммунар может отобрать очки у Успенского? То есть, возможно ли такое было? Да я вообще ожидаю, что у Успенского любой может отобрать очки. Не то, что Коммунар. Тут дело даже не в том, что Коммунар там хороший, да? Хотя, ну, тоже я не скажу, что прям сильно хороший Коммунар, но это нормально, а что? Вот скажи, пожалуйста, вот эти команды, они играют за счет Чивова, на твой взгляд? То есть, все-таки... Успенская, конечно. Успенская, да, и Коммунар. У Успенского нет нападающего. Вот нет нападающего. Это проблема прям. Ну, это во всех линиях есть более-менее. А вот такого столба, что принял там, развернулся где-то там или скинул, как-то они нет у них. Смотри, их все посредственно очень. Сейчас взяли... У Коммунара он есть, у них сейчас они взяли, Федю он этого... Зинченко. Зинченко. Да, да. Ну, вот человек принял там, у нас пару раз развернулся, забил там, все у него скидывает, если принимает. И тут же Коммунар добавил в плане результата, да? Как думаешь, это напрямую связано, да, с приобретением Зинченко? Ну, он хороший, что, напад-то хороший. Правильно играет он, главное, правильно играет. И зона открывает, и принимает. Я считаю, в лиге таких мало, в нашей. Ну, Васют есть только. Первый дивизион, да? Так, Васют есть только наш. Речь про Юрия Васютина, как раз и идет. Кстати, много ли забивает? Васют-то? Да. Ну, конечно. Лучше бомбардир Колуба за всю историю, у него там, за 100 голов уже. А, сейчас он главный бомбардир Арсенала? Да. Я имею в виду, в текущем чемпионате. Да. Что еще? Ты слишком на все отвечаешь. Здорово. Жень, вот если Арсенал играет за счет опыта, да, все-таки, наверное, это правильно будет сказать? Да. За счет какого-то рисунка игры. Есть ли рисунок игры у того же Успенского, у того же Комунара? Ну, конечно, рисунок есть. И Успенского, и у Комунара. У Комунара там много тоже поигравших ребят там и Дубровин, там и Бегален, там и Харан. Ну, как? Конечно, если люди с опытом, конечно, рисунок есть. Ну, Успенский тоже есть. Ну, я бы добавил бы у Успенки, мне кажется. Может быть, как раз не хватает пару ветеранчиков опытных из Арсенала вот у Успенского, которые как раз хотят... Да нет, ну, даже если... Отдал бы ты своих ребят задорого. Нет, своих нет. А что я потом один буду сидеть там, игру разбирать, сам с собой, что ли? Нет. То есть, ни при каких раскладах футболисты Арсенала в Успенское не перейдут? Да нам никто не предложит. Нет, Успенский, ты сказал, что с кем же ты будешь разбирать непосредственно игры после матча, да, то есть уже по факту, что действительно разбирайте, то есть есть какая-то такая вот комиссия, можно сказать, кто следит за всеми ошибками? Совет директоров. Это, разумеется, ты. Мы садимся, открываем, расставляем. макеты. Расставляем, да, после каждой игры у нас. И двигайте фишечки, да. Двигаем, да, так, 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 там, оп, оп. Каждую игру разбираем, конечно. То есть это еще... Это какая-то, ну, одна из, в принципе, задач, ну, мы из-за этого приезжаем, чтобы разобрать в том числе игру. То есть это продолжение традиции, наверное, Матвеевки, Дорогобушки, вот этих всех мест, еще с тех времен. Согналки футболисты, конечно. Ну, футболисты, может, громко, конечно, какими себя считаем. Ладно. Часто с болтикой пересекаетесь после футбольных мероприятий? Ну, как игры совпадают, они-то они тоже, но они сейчас мало стали оставаться, раньше они вообще прям хорошо были, а сейчас они что-то... Ну, и позицию у них тоже как-то же оставляют желать лучшего. Вот вы их выбирали, в частности, да, 64? Причем они говорят, что они на нас собрались оптимально. Но я на самом деле что-то со сбором там... Выберется Балтика, как думаешь? Я, блин, помогу Балтике всегда выбраться, если надо будет. Наверное, ты имел в виду в аренду кого-то, Раз уж контракт не подписать, то может быть в аренду на 10 матчей, там мы знаем, даже такой вариант возможен, краткосрочный. а как? Ясно. Я имею в виду, мы правильно поняли. вверх не буду... это самое... Ну так вы же и так все, вроде, без разбора. Конкуренты Балтики, а не конкуренты Балтики. У нас есть еще одно видео, еще одного матча, городок 17 и Новая Москва. также, в прошлой передаче, Миша Миргул говорил, что вот городок был только что в третьей лиге, и вот он в первой дивизионе. Идет очень неплохо. А я смотрел, Сибиро. А вы пока ни с теми, ни с теми не встречались, да? Нет. Ну, тем не менее, тебе, наверное, удавалось, да, увидеть... Я смотрел эту игру. Но только эту игру, или еще другие матчи видел? Что вообще по этим командам? Что ты скажешь? Ну, я не могу ничего сказать. По одной игру я только видел. Ну, тогда, может быть, экспресс-анализ по одной игре, да. Что сказать-то надо? Лучше, наверное, ничего. ухаживаю. Ты же насмотри сам. Передачу смотрят наши многие. Да, и, возможно, даже дети. Ну, ничего особенного. То есть, тебя команда никак не впечатлила? Нет, ни одна, ни другая. А вообще, вот в первой лиге, тебе можно какая-то команда впечатлить? Мне кажется, что это невозможно просто. Ну, после стольких лет в высшей лиге. Внукова хорошая. Внукова хорошая. Сейчас встала. Вот. Кстати, я знаю, что туда Алексей Смирнов в качестве главного наставника вполне возможно придет. Внукова, ну, ну, нравится они мне. Хорошая команда Внукова. Ну, не знаю, ну, нет, ну, тот же Комунар, там, может быть, тоже он все-таки что-то там будет у них в дальнейшем. Ну, так они пока как-то не будут. Ну, то есть, вот Гиградок и Новая Москва вряд ли поборется за выход из первого дивизиона. Я думаю, они могут побороться за то, чтобы остаться в первом дивизионе. Даже так? Ну, мы просто смотрим в таблицу, Москва на пятом месте, Новая городок на седьмом. Новая Москва на пятом месте, городок на седьмом. Но, тем не менее, это все, ты считаешь, что это временно их такая диспозиция, то, что они поджимают в верхнюю часть. Я не знаю, ну, смотри, парень, что это такое. Ну, это самое. А вот сейчас, а вот сейчас какой-то фильм. Он хороший, да. Вот, а до этого, может, еще его... Ну, ладно, не надо только показывать. О, смотри, 18 идет. Ну, что это? Ну, ладно. Что-то я опять, этот самый, я сейчас чувствую врагов себе, но живу там, во всей лигии. Жень, как обстоят дела с игровой дисциплины в арсенале? Вот, все-таки футболисты возрастные, наверное, не каждого можно заставить бежать обратно отрабатывать и так далее. Не, отрабатывают у нас все. Это вот, как-то ты, ты, ты смог проявить этого? Ну, ты, ты с подсказом играешь, если ты сзади, я, допустим, защитника играю, это правило. Я же вижу там, кому, куда, и я стараюсь двигать. Поэтому нет, у нас потерял, отработал. Кто производит передмачевые установки? Другое дело, что, может, не всегда успеваем, знаешь, когда сильно молодые, там, если позиционно атакуем, и какой-то такой обрез, то, может, не успеть, конечно, все поле надо пробежать туда. Ну, частые сменки, они, слава богу, позволяют оставаться в тонусе. А кто руководит командой передмачем, кто дает установку, кто, так скажем, тренер? Я. И как же выглядит предмачевые установки, это очень эмоционально на них? Нет, я просто расставляю кого, куда. и какой-то примерно вижу, чтобы мне вот эти 14 человек, 15, как-то их расставить, чтобы равные более-менее семерки были. Вот. Ну, я советую тоже иногда сам с ветеранами, там, со своими, там, Динф Корнеев, подсказывает мне иногда, там, те, кто играют, за шиналом. Да, да, все, да. А по заменам, как? Вот, если ты на поле, тебе же, трудно, или ты заранее определяешь, кто кого? Я 7 минут даю всем. Они уже знают до игры, да, кто кого и куда? Все знают, на какие позиции. Все. 7 минут поменялись, 7 минут поменялись. Ну, мы же все еще должны поиграть, да, просто, ну, люди-то, пришли, там, 300 принесли, ну, можно поиграть. Вот. Вот, есть игр, да, когда что-то идет не так, тогда я уже там начинаю вносить коррективы, то есть, а вот там, кто может уже там на вторую, на третью, там, даже прямо с поля, да, получается? Да, могу и так, ну, или кому-нибудь даю там эти установки, чтобы кто-то сделал, кто там, потому что там кто-то сломаный, там все равно приезжают люди так посмотреть, там, чтобы смотрели, да, и подшлили, я там, примерно говорю, вот, это вот там, тем меняй, там, этому пока дай, пусть посидит, пока отдохнет, а этому, наоборот, побольше, там, ну, если надо забивать, если надо добавлять, вот, если, в принципе, разница уже есть, то вперед, вперед действуете, да, полетели, погнали, то есть, я правильно понимаю, что если Евгению Бакланову дать 14 футболистов, точнее, 16 футболистов, то он сможет собрать две полноценные команды, 16 любых футболистов, ну, футболистов, да, это расставить, как-то по позициям, найти, ну, да, ну, а что, ты же видишь, ну, как если ты видел их, ты же видишь, у кого скорость, там, кто в отборе может, кто может, там, придержать мячишку, там, чужому не отдать, ну, кто там зацепиться может, наверху, вот, а по какой схеме вообще, играет Арсенал, по стандартной, по стандартной 3-3-1 действуйте, или может варьировать, стандартная 3-3-1, ты считаешь? Ну, чаще всего, мне кажется, в первой лиге точно эту тактику использует команда, но вот Арсенал, как, по этой схеме действует, или варьируете? Мы 3-3-1 уже, я не знаю, лет 5 не играем, интересно, 3-3-1, раскроешь секреты, или нам надо, или нам надо за вами следить, чтобы играть 3-3-1, это у тебя должны, чтобы, ну, нормально играть, у тебя должны крайние защитники, быть, блин, вообще, с большим пониманием, потому что у тебя 3-3-1, у тебя получается центральный хав, его, его будут рвать, он один там не перекроет, все голы из центра приходят, я вам сейчас все тактику расскажу, о том будете, приправить на моей же, ну, ладно, ну, его просто рвут, и все. То есть, Арсенал играет в два защитника? Да. Прежде чем мы перейдем к следующей теме нашего разговора, Жень, может быть, тебе пора уже стать тренером, не обязательно в Арсенале, а может быть, какой-то другой команде, есть ли у тебя вообще желательно вот этим заниматься? У меня предложений нет. То есть, открыт ты для предложений? Для предложений нет, а что мне сейчас говоришь, да, я бы там порулил бы где-нибудь, но я скажу так, что я, ну, ладно, много чего-то я слишком про себя, любимого. Там ничего сложного нет, в футболе чего. Ну, конечно, когда сколько лет уже в нем, в общем-то, валишься, тогда, наверное, сложного ничего нет. Максим, наверное, к прогнозам мы перейдем. Друзья, мы немножко коснемся, темы прогнозов. Мы все время в каждой передаче об этом говорим. На своих экранах вы можете увидеть таблицу прогнозистов, как обычно, есть лидеры. Ну, наверное, мы с нашим гостем тоже затронем эту тему. Жень, вообще, так прогнозируешь? Я видел, что в списке тебя в этом нету, и, так сказать, в интернете там ты не отписываешь на форуме. Ну, сам вообще как? Любишь прогнозировать или тебе это неинтересно? Ну, там смысл, я не вижу, что-то там писать, что-то прогнозировать. Зачем? Ну, не, ну я игрок, да, я играю. То есть, азарт есть такой, да? Вот, тогда, может быть, по 15-му туру, который предстоит, может быть, скажешь свое мнение, вот как спрогнозируешь по матчам? Я вот открыл. Ну да, сверху вниз. Да, начнем с Альбион-городок. Ну, Альбион, я думаю, посильнее будет, по-любому должен прибивать городок. Дюпель однозначно сильнее Аланни. Арсенал-Ультра, ну, тоже думаю, Арсенал, хотя, хотя, не знаю, они тоже, ну, хорошая команда, они Альбион хлопнули, вот. Я не видел, блин, Ультра ни разу не видел полностью, вот. Но ставишь на Арсенал? Ну, я верю в себя, да. ЦДН, ЦДН, хорошая команда, не знаю, Макс, ты говоришь, что у тебя там ушло, я не видел, я видел, когда вот все были, блин, в ничью с Арсеналом, сыграли. Новую Москву, мне кажется, тоже должны они, по-хому, прибивать. Балтика-Крылатская, Константа. Константа, наверное, Константа. Все-таки нелюбимая Балтика, а Константа. Они не собираются так, если бы собирались бы, блин, то взял бы Балтику. Так возьму Константу. Аминева, Надежда, да, ну, у Аминева, если будет там два человека, вот, ключевых, то они могут, про Костенко, да, и Слесарева. Костян и Макс, да, если будут, но они могут там вообще любых зацепить, вот. Ну, остальные-то у них там постоянно, там есть у них футболисты, вот, мы с ними тренируемся. Внукова. Внукова с Бородино, у вас новая команда, которая... что Бородино, я знаю, что Внукова сильная. Внукова будет... Я знаю, что Бородино тоже без денег, вот, и поэтому тут однозначно, Внукова даже с форой там полтора... Тем более, что ты отметил, да, Внукова? Внукова. Готагов-Комунар. Готагову не видел, но думаю, Комунар бы за счет, все-таки, индивидуальных личностей, хотя, ну, я не видел Готагова, как я могу судить, по Комунару, вот, исключительно. Успенская, СПК Юг, СПК Юг ни разу не видел, но думаю, Успенка должна тоже, если они внизу там идут. Виктория, Интерос, Виктория тоже как соберется, и Интерос как соберется. Вот здесь вот 50 на 50, вообще непонятно. Команды идут в зоне вылета, но при этом ты отмечал, да, что и у Интероса есть сильные банды, которые поезжают. Виктория мы играли, да, и Виктория неудобная соперница. Неплохая команда тоже, они цепляются там, все, бьются там, катятся, прыгают там, как могут. Еще с нами у них там, говорят, не было, там пару ключевых, Виктория. Интерос, если вы как с нами, они соберутся, они прибьют Викторию по-любому. Я так думаю, не знаю. Ну, вот так-то и думаю. Ну, такой прогноз, да, от Евгения Бакланова. Видим, что тур будет такой, достаточно, ну, с его точки зрения, наверное, достаточно предсказуемый, но отметил Евгений несколько матчей, да, которые стоят отдельной строкой, в которых не совсем все понятно. Женя, знаем, что тебя на передачу провожала чуть-то не вся футбольная общественность, и не только футбольная, околофутбольная. Наверняка, хотел бы что-то передать. А, а чего вы вот про будущий транспорт не спрашиваете? Ничего. Про какие будущий транспорт? Арсенала? Да. А, ну, трансфер на окно закончился, и вы поэтому и не... Выпивал тут на днях, с Извардом и Розаковым. По системе по 300? Или... Розаковым, да. Все по 300 в Арсенале, только так. Вот ему хотел привет передать, поздравить его с тем, что он стал чемпионом мира уже, наконец. Он уже теперь вообще чемпионом всего в ЛПЛ. Вот. Обещал вернуться в Арсенал, говорит, все, ничего не надо, в Арсенал, говорит, хочу. Ему привет, и я знаю, что он вместе с женой смотрит, Ильзеля тоже привет. так же хотел передать Натарке своей привет, потому что она просила меня, вот, и надо передать. Любимая. Вот. Все. А когда ждать у Розакова в Арсенале? До этого вы еще не дошли. Ты понимаешь, он говорит, ну, заканчивать буду карьеру в Арсенале. Я думаю, что заканчивать надо на пике, поскольку он там чемпионат выиграл мира, да, вроде пик уже, пора заканчивать. А найдется ли ему место в Арсенале? Сложно будет прописать, сейчас состав очень плотный, у нас очень плотный состав, поэтому, ну, будет доказываться, он такой парень, очень серьезно стремленный. Тем не менее, на носу Новый год и новое трансферное окно, может быть, это такой будет новогодний подарок Арсеналу, от которого взвизгнет вся лига? Может быть, будет, да. Ну, тогда уж точно придется выходить, потому что Эдуард амбициозен, не менее. Куда выходить? придется. Нет, мы это будем играть, будем выигрывать, естественно, но мы же можем и не уходить, если мы даже займете первое место. Да, мы же можем не уходить, можем остаться, мы туда не пойдем, там ничего делать. Максим, у тебя есть еще какие-то вопросы? Да, в принципе, такое достаточно у нас содержательная получилась беседа, я думаю, что можем мы отпускать Евгения потихонечку. Да, Жень, желаем всего самого лучшего и самое главное, здоровье без травм и успехов арсеналу. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, до свидания. Ну, как и в футболе 8 на 8, у нас в студии тоже есть сменки, кто-то уходит, кто-то приходит. Спасибо большое Евгению Бакланову за это искрометно и интересное интервью. Ну, это один из самых юмористических, юморных людей, которых вообще я когда-либо встречал, можно сменяться 24 часа в сутки. Ну, а нас пока на сменку подышать пошел Дмитрий Ершов, мы остановимся в студии с Максимом Киселевым и у нас есть тоже, что обсудить. Начнем мы, поговорим мы о вторых дивизионах и одном центральном матче третьего дивизиона, который мы анонсировали в предыдущей программе, но начнем мы тоже с Еврокубков Мини Москвы, как мы это называем. Максим, и начнем мы с каких? По-моему, с Лиги Москвы. Давай, да, что нам принесли Еврокубки рангом ниже? Ну, раз уж мы с Женей Баклановым, да, обсуждали первый дивизион, то, наверное, логично будет с Лиги Москвы начать, поскольку у нас участвуют две команды первого дивизиона в Лиге Москвы, это Дюпель-13 и Комунар. В общем-то, и дела у этих двух команд по-разному происходят. В общем, что касается Дюпеля-13 играет в первой группе эта команда, и у нас есть видео этого матча, игра с футбольным клубом Гагарин, в которой, собственно говоря, Дюпель-13 на последней минуте обеспечивает себе участие в плей-офф. Ну, так очень здорово и интересно сложилась эта игра, счет постоянно менялся, мы увидели 10 забитых мячей, ну, надо сказать, что дважды вели два мяча футболисты нашей команды, Дюпель-13, которая, кстати, и в чемпионате наладила свои дела, вышла из двух опасных зон, из зоны вылета, из стыковой зоны, но мы сейчас о малом Еврокубке, как-то сказал, в общем, мы ввели наши футболисты со счетом 2-0, а также 3-1, более того, еще дальше мы увидим, что и 4-3 будут вести по ходу этой встречи, но в итоге даже и проигрывали, 4-5, но я немножко забегаю вперед, вот мы сейчас увидим обилие голов, как из рога изобилие, да, сыпется. Кстати, опять-таки, Илюхин со штрафного, но я говорю, это сильнейшее оружие, и штрафные Илюхина, они могут довести Дюпель до стыковых в первом дивизионе и до финала Еврокубка. Да, вратарья Гагарина, наверное, доведет нервные тряски удары Илюхина, помним мы его невероятный гол практически от своей штрафной площадки в матче первого круга с командой, опять же, Гагарин, ну вот и в этом матче Илюхин от пожарника наш знаменитый отличился, забил второй гол, вот мы сейчас видим, что... Курьезно, вообще мячи залетают, тут непонятно, как на лицевой достал, что делал вратарь Дюпеля, тоже не совсем понятно, и здесь, хотел сказать, гол, но нет, здесь всего лишь штанга. Да, здесь были и штанги в этом матче, здорово играет Дюпель, да? Все только не было, да, вот видите, и Максим Донских еще от Перекладина отправляет мяч в сетку, счет становится 3-1, как я сказал, два мяча повели футболисты Дюпеля 13, ну а дальше удается Гагарину вернуться в игру. Это причем все второй тайм уже? Да, это все происходит уже во второй плане встречи, то есть мы увидели вообще просто целый каскад голов, вот мы сейчас смотрим, как Гагарин в игру возвращается, вот мы видим удар в дальний угол красивый, 3-2, и сейчас мы увидим, как сравняют счет футболисты в белой форме, вот наблюдаем, да, вот здесь 1-1 оставили нападающего, и он, естественно, расстреливает, но снова удается Дюпелю выйти вперед, вот видим такая вот передача, да, и головой Сергей Селиванов снова выводит Дюпель 13 вперед, и вроде бы уже все, ну, повели, и здесь надо уже добивать, но удается Гагарину снова перевернуть ход встречи, даже несмотря на то, что вот продолжают атаковать, нажимать, ну вот смотрим, что Гагарин снова возвращается, и вот очередную халатность проявляют в обороне футболисты в красной форме, и здесь вот счет сравнялся 4-4, а дальше, даже несмотря на то, что Дюпель опять атакует, но мы увидим сейчас, что в контратаке Гагарин выйдет вперед. Ну вот чем отличается, да, все-таки, наверное, Еврокубки рангом ниже, что вот как угодно может разворачиваться счеты, и одни вести, и другие, и 5-4, может быть, там, к концу второго тайма. Да, вот здесь совершенно непредсказуемые матчи мы видим в Лиге Европы. А это вот Олег Амбаров сейчас был. Да, это вот сейчас уже, как говорится, тренд современного сезона, вот спасать, Абузар Мамедов, да, выручал там в матче с Мега Титаном, и вот мы видим, что Александр Родионычев на 60 минут, даже уже, по-моему, добавленное время шло, делает ничью в поле своей команды, и благодаря этому Дюпель 13 набирает 10 очков, отрываясь на 7 от Мега Мужиков, и это означает, что Дюпель обеспечивает себе выход в плей-офф, но Дюпельу еще будет предстоит матч с такси-ритмом, и это будет игра за первое место в группе. Ну, уже спокойно душе можно ехать на выезд и обеспечивать себе только первое место. Конечно же, мы ждем только первое место от Дюпеля, но, увы, от Коммунара мы такого ждать не можем, поскольку вот команда неудачно выступала в Лиге Москвы, не имела побед в своем активе, но в последнее время мы, Евгений Бакланов и мы отмечали, что Коммунар с Долзорова прибавил в чемпионате, усилился, в том числе Зинченко пришел и вот, наверное, как-то это тоже повлияло на команду и в Еврокубке и смогли одержать все-таки первую победу над командой Эдит А. Эта победа оказалась первой для Коммунара и она дает, ну, разве что математические шансы для попадания в плей-офф. Для этого Коммунару нужно обыгрывать собственно, двух своих оставшихся соперников и надеяться на то, что Спарта 2015 или Андреевка потеряет в последнем туре против Эдит А. Ну, не знаю, если разве что в чудо верить, если оно случится, тогда... Ну, почему бы нет. Если матч будет 31 декабря, почему бы нет. Ну, год у нас близок, мы уже говорили об этом, да, но вот будем надеяться, что это новогоднее чудо произойдет, что Коммунар все-таки выиграет и в раскладе других матчев все, карты сложатся и наша западная команда все-таки в плей-офф попадет. Таковы были матчи Лиги Москвы. Макс, ну и давай, наверное, к Кубку Москвы. Мы сейчас перейдем, там есть тоже наши команды, давай-ка поделись с нами об этих матчах. Вот я вижу, что Портер, да, играл, например, или ты не с него хотел бы начать? Да, с него можно начать, но, увы, он не сыграл, потому что произошло там техническое поражение, вот команда ПСВ здорово упиралась в матч первого круга, а здесь, в отличие от Лиги Москвы, мы помним, что сразу же идет на выбывание на упаду круговой системы. Ну, в общем, ПСВ уступило в первом матче, я ждал ответной встречи, но какие-то причины поверяли на то, что ПСВ из Голландии добраться не смогли. Скажем так, погодные условия они помешали добраться, поэтому игра не состоялась и победа с отсчетом 5-0 Портер СВ, который зато мог спокойно сосредоточиться на играх чемпионата. На играх чемпионата, да, и там, собственно говоря, одержал тоже победу, но не будет переговорить вперед, позже. Портер, соответственно, обеспечивает себе выход и будет играть в следующей стадии с командой Папай с Юго-Запада. Также успешно эту стадию 1-16 финала проходит команда Ватутина из дивизиона 2Б, там все было очень интересно в игре против Северо-Западной Энергии. Дело в том, что Ватутина первую встречу выиграла со счетом 4-3, имела шансы, ну и сохранялась интрига, и в ответной встрече Ватутина, играя впервые вообще за свою историю на выезде на стадионе Октябрь на Северо-Западе, смогла проиграть в один мяч, то есть там была ситуация такая, что тоже постоянно менялся счет, как в матче Дюпеля с Гагарином, но в итоге Дюпель проигрывал со штрафного Егор Макаров сделал 5-4, это тот итог, который позволял Дюпелю пробить пенальти после матча, мы знаем, что гостевые голы не учитываются у нас в Евгерии. Только мячи, только мячи. Только количество мячей, здесь вышла ничья, поскольку 4-3 дома и 5-4 в гостях, ну и по пенальти наша команда благодаря отважным и самоотверженным действиям Кирилла Милованова, вратаря, который отразил ряд ударов, в общем, Ватутина побеждает 3-1 в этом интереснейшем поединке и выходит в 1-8 финал на команду, на северную команду Штарк. Интересно, то есть уже у нас две команды, Портер, СВ и Ватутина. Да, которые играют в одной группе, мы уже отмечали, да, ну вот, собственно говоря, обе себя обеспечили выход в 1-8, но, к сожалению, третья команда, которая опять-таки играет в 2-б, очень симпатичная, вот я очень симпатизирую этой команде, в общем, команде Владимира Лизнова не удалось, к сожалению. Это команда Феникс Раменки. Феникс Раменки. успешно выступает в чемпионате Запада. Рига, Максим, пожалуйста, как, собственно, закончилась эта встреча? Ну, в общем-то, по сумме двух встреч, ну, в обоих матчах уступили, там серьезный соперник с севера, северные команды славятся не только высшей лигой своей, но и крепкие коллективы в первом дивизионе, а также даже во втором, у них есть команда даже с деньгами имеется. Ну, вот, насколько я знаю, к всем группе эта команда, ну, даже по названию понятно, что там какая-то в общем, трудно пришлось в «Фениксу», достойно держались, но проиграли первый матч 5-8, и вот в данном случае уступили 3-6, но, как ты сказал, отличный опыт ребята получили и будут стремиться, наверное, и во втором дивизионе бороться за высокие места, и, наверное, мы сейчас чуть позже осветим, как у ребят складываются дела в чемпионате. Ну, собственно, на этом все, да, Максим? Три команды, кубок Москвы, и, наверное... мини-кубок мы полностью уже осветили. Да, да, мы будем обязательно о них еще говорить, благо наши команды вышли в следующую стадию. Кстати, Максим, когда она будет? Не помнишь? По-моему, через выходные. Через выходные, да? Через выходные. Ну, в ближайшее время, то есть, к встрече передачи мы уже будем знать первый матч, это точно. Да, по крайней мере, 26 ноября, я вижу, что состоится, состоится игра вот у «Дюпеля-13», да, соответственно, вот мы через выходные уже выйти в архуку снова выйдет. Перейдем к непосредственно дивизиону 2А, где тоже двое выходных уже пролетело как-то незаметно, очень быстро, и я бы хотел сначала начать по прошлым выходным. Был центральный матч тура, честно говоря, который я ждал. Как думаешь, о каком я говорю? Так, вспомнишь? Не последний тур, да? Ну, прошлой неделе. Прошлой неделе дивизион 2А. Да, ну мы начинаем с дивизиона 2А. Адидас Вильяминову, подскажу я тебе. Адидас Вильяминову, Это центральный матч был прошлых выходных, на котором хотелось заострить внимание, и, как мне казалось, что будет борьба, да, и Адидас Ю-23, ну, нужна была крайняя победа, но в результате получилось, что Вильяминову уверенно побеждает. Да, я даже нескоро... Поэтому мне немножко этот матч и не запомнился, поскольку здесь крупная победа Вильяминова команды Сергея Миткова, действительно ждали мы, да, какой-то борьбы, и, наверное, не такого крупного счета, плюс 3, но Вильяминова здесь действительно подтвердила свой статус фаворита, и мы видим, что отрыв двухкоманд, несмотря на то, что они находятся на второй и третьей строчке, а пачкам целых 10 битров, баллов разделяет две команды. Да, да, и здесь, наверное, у нас по таблице все более-менее становится, вырисовывается, и, наверное, как мы уже в предыдущих матчах передачах обсуждали, что классика Вильямина, да, это два претендента на повышение в классе прямых, так скажем, но вот Adidas U23, там еще Интеро и Томека, все, в общем, наступают на дни, хотя вот не очень-то удачно выступает Интеро в последних матчах, вот с Медиком, например, в эти выходные сыграл ничью, до этого тоже были обидные поражения, хотя идет до сих пор на четвертой строчке. Ты знаешь, раз уж мы много раз говорили о том, что команда классика представлена болельщиками, фанатами и Реала и Барселоны, я бы сейчас вот нынешнюю таблицу, да, турнированную, которую мы сможем увидеть на экранах, сравнил с чемпионатом Испании. Да, вот классика Вильяминова по 39 очков, это такие вот Барселона и Реал. Кто Реал, кто Барселона. Вот давай сейчас классика, наверное, обидится на меня в любом случае, вот, но тут уже пусть они выберут сами, вот, кого больше у них болельщиков, вот, если у них больше Реала, то пусть они Реалом будут, если больше у них болельщиков Барселона, то пусть Барси. Ну, вот, в плане от такого доминирования в дивизионе, они похожи на Реал Барселона, Адидас, это такой Атлетико, который, да, там, в погоне, Атлетико Мадрид, вот, а Интеро там Эко, ну, пусть это будет Валентия и Севилья, которые постоянно где-то там на хвосте сидят, в общем, вот, такую бы аналогию провел, ну, действительно, здесь по лидерам картина вырисовывается, но здесь, конечно, свои интриги есть, кто, собственно говоря, станет чемпионом, да, и кто сможет занять вот эту бронзовую строчку, которая напрямую выведет команду в первую дивизию. Ну, и внизу, смотри, все очень плотно, вместо до 11-го, это 6 позиций, всего 2 балла, то есть, одна победа, это ты взлетаешь вверх, одно поражение, ты уже внизу. Здесь, интересно, Т-34 сыграла свой матч и одержала победу над реформером, и уже, пожалуйста, немножко поправила свое турнирное положение, ну, и у нас внизу встречались команды Динамо Западной и Внукова Юнайта, тоже была очковая борьба за важные очки, и здесь у нас боевая ничья 2-2 и у нас есть, собственно, послематчевое интервью игрока Динамо Западной, давайте послушаем его. Человек Копылов, Динамо Западный, в первую очередь, хотелось бы, конечно, подвести итоги встречи, что, собственно говоря, получилось, почему и как ничью можно расценивать, как приобретен на одну очку или как потерян? Да, нет, скорее всего, как потеряно, атаковали много, не первый, не второй, мы уже в вторую игру как бы только собрались, заявились в эту лигу вместо Динамо Голицына, вторую игру, просто не попадаем в поворот, ударов много, владений ничьим тоже много, переигрываем на соперники, но створ, мяч не идет, скажем так. Сегодня ты получил две желтые карточки, как удаление сложилось, сказалось на игре? Ну, никак, удаление было уже в последнюю добавочную минуту, так скажем. Что, это эмоции? Да нет никаких эмоций, первую, да, фалил, фал последней надежды, как бы, а вторую, я думаю, что там желтую даже не стоило давать, желтой не было. А можно чуть поподробнее о вашей команде, то есть, заявились, как я понимаю, в середине сезона, и много футболистов из Westside 2? Да, ну, не много, а все из Westside 2 все играли в 2б, в Westside 2, но с руководством не сложилось у нас немножечко отношение, поэтому решили создать свой коллектив отдельно, вот, и как раз в это время ушло Динамо Голицына, освободили место, как бы, решили зайти во вторую рюмину, сразу. А почему Динамо Западный или название будет меняться? Динамо Западный мы прибавили место Голицына, как бы, а Динамо поменяем, в итоге сейчас просто нельзя регламировать, не позволяем. Ну, хотелось бы узнать, какие задачи стоят перед командой, хотя бы, вот. Ну, задачи вошли всего лишь с 13 очками, так как Динамо Голицына в последние игры уже, так скажем, не собирались, не играли, проиграли все матчи, вот, ну, не все, конечно, 13 очков они набрали, вот, но, попасть в середину таблицы, устоять, а дальше уже посмотрим, как пойдет. Спасибо Вячеславу Копылову, ну, кстати, Максим, вот, про Т-34, про наш танк, который во второй, во втором дивизионе пока идет, мягко говоря, не очень хорошо, наверное, как, с чем можно сравнить Т-34? Ну, не с танком, наверное, с каким-то мини-военным уазиком, пока. Знаешь, а я бы сравнил вот с таким буксирующим танком, пробуксовывающим, таким немного разрыхляющим от Коп, вот, но, как ты уже отметил, да, вот немножко свое турнирное положение танкисты поправляют. Почему отмечаемая, кстати, эта команда, потому что по заявке, это одна из самых звездных команд во втором дивизионе, и, Максим, вот, какие там фамилии-то, да? Да, конечно, фамилия очень серьезная, да, это и Щербаков, подберезкин, Иванов, еще я смотрел так повнимательной заявку, увидел там и Боровикова, который за мегаполис выступал, а также Клюева, да, младшего, Александра Клюева, тоже, тот же мегаполис, и Алексей Вилицкий в высшей лиге играл за Литуаль, в общем, состав просто, ну, звезднейший, мощный, мощнейший состав, да, и вот отметим, что в последнем туре, действительно, Т-34 одержит победу, чуть-чуть выбирается, и я вот специально проверил, и Подберезкин, и Иванов, и Щербаков в этой игре участие принимали, в то же время, в предыдущем туре, проиграли подиумы 4-6, и ни одного из них не было, соответственно, ответ, да, ну, наружу, да, все верно, выступают, наверное, из-за того, что не всегда удается собрать, вот этот вот звездный оптимальный состав, и зачастую, вот этот фактический приезд, отличается от того, что мы видим на бумаге, но я думаю, что, избежать зоны вылета команда вполне по силам, потому что до буквально там 11-го места рукой подать, это расстояние одной победы, ну, да ладно, перейдем, наверное, к дивизиону 2-Б, где у нас также очевидные фавориты, это Портер-СВ и Феникс-9, да, и эти команды встречались в эти выходные, Портер-СВ. Но пока они друг с другом, это мы еще только ожидаем, да, 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 это обязательно будет на внимание прикол в наш матч, но от результата этого нашего уикенда, вы сейчас видите на экранах, смотрите, как интересно, Сетунь, 1960, да, обыграет Ватутина, вот так вот. Ну, Сетунь уже, я говорил до этого, что очень крепкая команда, которую возглавляет Зацепин, который является играющим тренером, да, вот, Эдуард Зацепин не нуждается в представлениях, мы много о нем говорили, в общем, Сетунь это такой крепкий орешек дивизиона 2-Б, который очень здорово кусается, да, и кроме того, что укусили Ватутина, претендующего на борьбу за выход в первый дивизион, в общем-то, мы помним, что и Феникс-9 они обыграли со счетом 4-1, то есть такая команда очень кусачая, и вот Да, да, Турбина набрала хороший ход, здесь 12-0 вообще не заметили соперника своего, я бы отметил еще вот Нику, которая в последних матчах, Максим, ты знаешь, набрала ход, и уже три победы подряд, последний результат, собственно, против Вестсайда 2, победа говорит сама за себя, да, хотя, казалось бы, команда идет там, в нижней части таблицы, занимает 14-ю строчку, вроде бы, 14-я строчка, но вот три победы над достаточно крепкими соперниками. Действительно, да, мы обыграли Вестсайд, второй Вестсайд, очень крепкую команду, но и перед этим в 13-м туре одержали победу над Искрой со счетом 4-2, и Ника действительно оживляется, вот такой, вот Ника, это же победа, да, с греческой, вот победный дух наконец-то к Нике приходит, и вот благодаря победам вот этим, которые одержали, удается выбраться не просто из зоны вылета, но даже и в стыки сейчас пока не попадают, на 14-м позиции Ника находится. Сложнейший матч получился у Портера СВ против Искры, которая из Краски недавно была, в первой лиге, таким крепким середняком, но времена меняются, у времена он равы, и Искра уже внизу, во второй части турнира таблиц, хотя играет команда неплохо, и попортила нервы, собственно, лидеру второго дивизиона, но у нас есть послематчевое интервью, Ян Симак разобрал нам эту игру по полочкам. Ян Симак, футбольный клуб Искра, Ян, вы только что отыграли матч с Портером СВ, лидером второго дивизиона, расскажи, пожалуйста, про эту встречу, все-таки получилась она очень упорная. Да, очень упорная, во-первых, игра состоялась в субботу, первая практически игра нашего, ну, то есть, открытие. сбор у нас, в принципе, достаточно, но пару замен было, ну, как, в принципе, нормально, да, учитывая Портера, было немножко, конечно, побольше народу, это плюс, учитывая, что игра ранняя, вот, пока раскачаться, пока, но сыграем с лидером, поэтому здесь мотивации, я думаю, никакие не нужны, хотелось, конечно, зацепить очочки, в первый тайм, что, в принципе, и показал, вели 2-0, да, вели 2-0, при, допустим, у нас было два момента, ну, практически стопроцентная реализация, очень хорошо, плотно сыграли в обороне, вот, и практически не дали никаких шансов, ребятам, второй тайм, конечно, немножко подкачал, сразу пропустили быстрый гол, вот, соответственно, немножко сели, ну, и пошла уже физическая усталость, от того, что, по минимуму, было заметно, это главная причина того, что не задержали, хотя бы ничего? Учитывая, что при счете 2-2 мы еще забили, вели все-таки 3-2, да, играя с первым местом, я думаю, достаточно, учитывая, на каком мы сейчас находимся вместе, на 15-ом, я думаю, что это, ну, не сложилось, бывают такие дни, бывают такие игры, конечно, что, вот, как-то так, хотелось, конечно, зацепить очки, как получилось? На твой опытный взгляд, ты человек, который поиграл в достаточно высоком уровне, Портер, на твой взгляд, по праву, считается одним из лидеров, идет лидером. Вот очень интересный вопрос, второй тайм, действительно, дает претендента на то, чтобы понимать, что команда стремится выше, да, первый тайм, я немножко думаю, ага, там, что такое, может быть, не проснулись, может быть, еще что-то, но достаточно, я бы назвал команду под, под выход, может быть, что-то я не увидел, может быть, как бы, занят был более, своими делами, я имею в виду, оборонительными, там, либо в атаке, более сконцентрированно, а в общем плане, да, достаточно очень плотная команда, мне очень понравилось, очень понравилось. И последний вопрос, как команда, искра, твоя команда идет на втором месте по забитым мячам, но при этом на 15 месте? Вот это, это, я думаю, внутренняя командная, как бы, внутри команды мы решим этот момент, но, то, что обещаю каждому, с нами будет очень тяжело, поскольку статистика это показывает, так что, я думаю, мы еще нервы и кровечку попрем всем остальным. Ну, на втором месте, как мы уже сказали, у нас расположен Феникс 9, команда Дмитрия Булыкина, который был, кстати, Максим на тренерском посту с матчей против Отличи. Нет, на эту игру не удалось приехать, чуть позже в интервью скажем, да, но ребята заверяют, что часто он бывает, но, к сожалению... я тоже часто наблюдаю, что он за техносилу не приезжает играть, а вот на тренерском мостик попадается частно. У нас, кстати, после победы над Атлетиком со счетом 6-2, есть после матча в интервью также. Да, взяли мы после матча в интервью вот с Игорем Желанковым, сейчас мы его как раз посмотрим. Вратарь команды Феникс 9 Игорь Желанков. Игорь, поздравляю с победой. Спасибо. Вот, ну по горячим следам, что скажешь по игре вообще, как матч с Атлетикой? Я считаю, что мы переиграли команду, нас тренер хорошо подготовил к этой игре, мы знали их несильные стороны, он наблюдал за этой командой, мы знали, что у них хорошо проходят штрафные удары, с этого момента они, в принципе, нам забили этот единственный гол, второй гол мы сами себе привезли и забили в собственном обороте. В принципе, я считаю, счет по игре, команда Атлетик хорошая команда, просто им сегодня немножко не повезло, они не реализовали свои моменты, мы в свою очередь просто реализовали свои, все, что создали, в принципе, все забили. Было еще пару моментов, которые мы не забили, а так, в принципе, я думаю, мы справились с задачей на игру, которую поставил Антейн. Как тебе вообще в целом дивизион 2б, вот в целом по соперникам, что скажешь, что вот трудно пришлось в каких-то матчах может быть и какие-то отметишь команды? Ну, я бы хотел отметить команду Турбина, очень хорошая команда, да и с Вером мы так немножко помучились. В принципе, первая команда, первые шестерки, семерки, очень такие достойные соперники, с которыми приятно играть, набираться опыта, учиться, играть в футбол. Задача какая стоит перед командой? Задача стоит в каждой игре побеждать и показывать хороший, красивый футбол. В первую лигу стремитесь? Конечно, собираемся погрессировать. Ваш главный тренер Дмитрий Булыкин часто приезжает на матчи? Сегодня не было его? Ну, видимо, у него свои какие-то сегодня дела были, а так, в принципе, он всегда посещает нас, да. Что-то подсказывает какие-то хитрости, тонкости? Тактические, технические моменты, как где лучше сыграть, кому отдать, как пробить штрафной. То есть, подсказывает довольно-таки много. Сейчас по набранным очкам сейчас Портер ушел вперед за счет того, что у вас игру меньше, да? Но мы не сыграли с Ангуштом. Не сыграли с Ангуштом. Да, но у вас еще, насколько я помню, спортерам предстоит игра впереди. мы с ним еще не играем. Ответственно подойдете к этой встрече? Мы полностью серьезно готовимся, потому что будет игра за 6 очков за первое место в турнирной таблице. Поэтому мы не имеем права проиграть. Задача стоит наблюдать, поэтому будем стараться играть на победу. Ну, теперь, наверное, можно обратиться до Максима и по турнирной таблице. Посмотрим, покажем ее обязательно. Вот, Портер, СВ и Феникс 9 здесь в роли тоже Барселона и Реала? Ну, не так явно, как в группе 2А, но мы видим, что Портер, СВ и Феникс 9 явные лидеры дивизиона, и мы с нетерпением ждем их очного противостояния, которое состоится уже совсем скоро. Ну, вот наблюдаем мы, что Турбина, которую, Миша, ты отметил, здорово очень выступает, сейчас находится на третьей строчке и находится в погоне за Реалом и Барселоной. В общем, в последнем туре действительно разгромили 12-0 целого оппонента Кэтеначо, и там состоялось такое событие, Максим Шакиров нападающей команды забил гол через себя. Это все было снято ребятами на сотовый телефон и размещено Павелом Седовым. Павелом Седовым это литер-руководитель Турбины в Инстаграме. Кстати, хочу Пашу очень отметить, передать ему привет. Совершенно классные он делает ролики после каждого матча Турбины. Поэтому кто... Кстати говоря, надо будет показать один из следующих передач. В следующих передачах покажем, да. И у кого есть Инстаграм, вот очень рекомендую подписаться на страничку Турбины. Каждый матч делает он такие миксы с различными художественными фильмами, делает такие нарезки, ассоциации различные. Ну, в общем, все это очень здорово. Ну, покажем, обязательно вы посмотрите и сами, друзья, оцените. Ну, смотри, вот у нас Westside 2 и Ватутина, да, если вначале были где-то в 3-4, да, то сейчас они все ниже и ниже. И у нас так Ривьера, Вера, Атлетик раз уже так подтянулись, набрали крестерский ход где-то в сердиночке Спарта, который играет в свое удовольствие и, собственно, может обыграть кого угодно, но может при этом и проиграть. Ну, пока Андрей Буров, по-моему, идет без поражений на тренерском мостике. С ним команда, конечно, играет в атакующий такой футбол, в пас, тики-таку, так сказать. Высочая Спарта, да, и, Миша, если позволишь, я скажу, что вот Веер возвращается вот в эту гонку за третье, наверное, место и за стыковое. После серии обидных поражений Вееру удалось собраться и обыграть Ривьеру, которая на стыковом месте находится со счетом 2-0 и Веер возвращается в эту группу. и ты видишь там какое вообще столпотворение, да, вот на этих стыковых местах и все будет очень это интересно, будет, наверное, постоянно меняться и будем за этим активно наблюдать. Ну и у нас вторая половина таблицы, Ангушт вообще здесь не набрал очков, а в основном, в принципе, все достаточно рядышком, близко, и в каждой игре, в принципе, намечается у нас какая-то борьба, вот та же Ника, да, которая 3 побед подряд идет на 14-м месте, мы ее вот уже сказали, Сетунь, которая обыгрывает Ватутина, искра, которая дает искрометный бой Портуруис, поэтому здесь тоже все достаточно интересно, но вот такой у нас получается второй дивизион 2Б, ну и, наверное, мы поговорим сейчас немножко о третьем дивизионе, но теперь в студии появится и Дима Яршов. Ну и опускаемся мы в дивизион 3А и 3Б, ну и, как мы анонсировали, был суперматч флагман Кегли. Мы спорили, спорили, друзья, а в результате никто из нас не выиграл, потому что была зафиксирована что? Боевая ничья. Победила дружба. Победила дружба, да, никто не остался недоволен, не разочарован, все остались, что называется, при своих, и вот у нас даже есть небольшое видео Кегли в фиолетовых футболках, флагман в синих. Ну и привычно для себя синих, да, о цветах располагается, но стоит отметить, что сейчас вообще в третьем А-дивизионе идет такая череда важных встреч, и флагман играл с Кеглями, да, сейчас играет вся верхушка турнирной таблицы, мы видим, как флагман усилиями своего капитана вышел вперед, который забьет, кстати, четыре мяча, да, я насколько знаю? Совершенно верно. Все верно. Все верно. Следите, следите. Василий, конечно, сильный футболист, тоже только после школы, по-моему, локомотива, но суть не в этом, и сейчас вся верхушка играет между собой, то есть Кегли встречались с флагманом, партизан играл с цементом, партизан одержал победу 2-1, тоже такой очень непростой, я бы сказал, матч, выдался, и 2-0, по-моему, партизан вел, и только с пенальти цемент смог отставание свое немножко ликвидировать. Ну и сейчас в общем-то будут матчи тоже в верхней турнирной части турнирной таблицы. Вообще 3А дивизион на самом деле раскрывается по ходу чемпионата. Мы сначала думали, что будет бороться, грубо говоря, 2-3 команды плюс дубль, понятное дело, Кегли, но в итоге получается, что у нас 5 коллективов претендует на первую строчку, на первую строчку все 5, так еще ИСКА и Рубикон сейчас набрали уход и тоже потихонечку, потихонечку приближаются к этой лидирующей тройке. То есть теоретически после зимнего периода, который все команды пройдут, ну скорее всего нестабильно и теряя очки, теоретически мы увидим в 3-м А дивизионе борьбу 7 команд за первую строчку. Это невероятно, это действительно невероятно, и мы если посмотрим турнировую таблицу, то все по одному очку у Кеглей 29, 28 очков партизана и у Флагмана, 27 у Минь Май Манкис, теперь мы знаем название этой команды, и 26 очков у Цемента. А как ты сказал, еще с Карл Беком поджимает, они у них 23 и 22. То есть все буквально... Вот, друзья, посмотрите, какой гол забивает капитан флагмана, что он сделал здесь. Да, это потрясающе, просто потрясающе, на самом деле, мы думали, что в него кто-то вселился, но нет, он действительно способен на это, гол прекрасен, и вот стал бы он победным, было бы одно дело, но, к сожалению, мы видим, что Щербаков не растерял ни долю своей физической формы, и, наверное, кеглям нужно, наверное, рискать. Ну, лучше бы он в премьер-лиге так забивал, да, победный гол в матче с ЦДН. Да, но Щербаков вернул дубль кеглям в этот матч, конечно, тяжело, наверное, сдерживать все 60 минут такого вот форума, потому что кегли менялись семерками, иногда, ну, только, по-моему, Щербаков как раз не оказывался на скамейке записан, или делал очень маленькие сменки, то есть Щербаков это действительно лидер данной команды. Дима, а тяжело ли сдерживать такого форварда, как Дмитрия Каправова, который также вот здесь не попал, не попал, Дима Каправов действовал в центре, сдерживать его приходилось нашему капитану, как вы видите, здесь скорее Каправов не сдержал его. 4-1, да, получается, в этом противостоянии? Да, нет, вы знаете, очень всегда было интересно посмотреть, как действует Каправов в поле, как он вообще вот... И тем более, что Иван Никифоров, когда был здесь на передаче, отмечал, что как здорово голкипер действует в поле, ногами играет, да, и вот мы увидим подтверждение конкретно в этом матче. Вынужден в свое время Адмир Каправов занял место в воротах. Да, здесь он подтверждает, Каправов в порядке, Кегли и Дуполь также в порядке, совершенно законно идут на первую позицию, очень ровный, такой сбалансированный состав, ну и сбор команды продемонстрировал хороший. Что ж, я предлагаю двигаться к третьему Б-дивизиону, Максим, здесь уже, наверное, больше тебе слова. Ну и теперь перейдем действительно к дивизиону 3Б, здесь у нас произошло, наверное, сенсационное событие, невероятное. Дело в том, что команда Форум, которая, простите, команда Альтерон, Альтерон, это, в общем, идет она далеко не в лидирующей группе, а мы видим, что Альтерон находится на 9-й позиции, смогла одолеть импульс со счетом 4-1. В общем, там, когда поместили на Форуме этот счет, там было так вот 1-4, да, вот в расстановке, начали предполагать, что может быть единичку забыли написать импульсу, то есть 11-4, там все. Или не в ту сторону, какая-то опечатка, что-то не то, что-то не так, в общем, потому что не могли поверить, что импульс, который набил больше 130 мячей, а конкретно, да, 138 до этой игры, и выиграл 13 из 13, что он смог проиграть. Но... А, Максим, стоит ли нам раздувать из муха слона, говорить о каком-то спаде, что сейчас импульс потеряет все свои позиции, все растеряет? Думаю, что нет. Там, конечно же, очень классно выступает команда, и уже там поговаривают, что и во второй лиге на самом деле делать нечего, уже пора в первую отправляться, так или иначе. Но здесь я в первую очередь хотел похвалить команду Альтерон, которую, извиняюсь, что назвал форумом, потому что у меня были мысли о форуме, где это все обсуждалось, вот это невероятное событие. И здесь я бы хотел вообще назвать даже футболистов, которые отличились в этом матче. Это Александр Пергунов, сделавший дубль, Сергей Новиков, и Кирилл Купряшин. Вот эти вот футболисты, вот золотыми буквами по этому туру, ну, действительно, незаурядное событие случилось. В то же время, хочу сказать, что Сокол, который в погоне находится за импульсом, также допустил осечку. С Ривьера дубль приехала играть с Соколом и смогла победить со счетом 5-4. Причем я специально уточнял, у Ивана Лихоманова, у ребят спрашивал, а это, может быть, Ривьера приехала основным составом, который выступал? Был ли там Михаил Судогорский? Да, шапка-невидимка 2-го дивизиона, и 2-го и 1-го дивизиона, да, человек, который головой с угловых забивает по 20 мячей за сезон. В общем, сказали, что не было, и, в общем-то, Ривьера играла дублем. Ну, наверное, какие-то осечки будут происходить, раз уж у Успенского, да, несмотря на то, что мы хотели в одни победы увидеть, происходят осечки, но здесь тоже, наверное, лидеры будут терять. Вот, но в то же время третья и четвертая позиции свои матчи выигрывают, форум одолел Балтику, дубль Балтики, опять же, да, со счетом 6-2, ну, и, соответственно, Бородино обыгрывает Айф со счетом 5-4, и здесь, наверное, это была последняя игра для большинства футболистов в третьем дивизионе, поскольку, как мы уже отмечали, Бородино заявляется вместо Боровки в первый дивизион, и большинство игроков, ведущих игроков, в том числе их лидер Горк Казарян, переходит в первую лигу, ну, и, соответственно, будем смотреть, удастся ли Бородино 2, команда преобразовывается во вторую команду, удастся ли ей держаться на плаву и бороться за выход во вторую лигу. Интересно. Вот, интересно, здесь, да, такой сюжет, расклад, ну, и отметим, наверное, что немножко подтянулся к лидерам команды Олимпик, который легендарным является, это первый чемпион западной премьер-лиги, тогда еще выше лиги запада, в общем, команда Олимпик одерживает победу очередную над спортсити 5-1 и поднимается в стыковую зону с 22 очками, она уже находится в 3 баллах от Бородино 2, здесь тоже будем надеяться, что команда будет возвращать свои победные традиции и где-то цепляться за вторую лигу, чтобы в нее вернуться. Кстати, вот на что бы я обратил внимание, я сам так что это заметил, всего 14 команд представлено в 3-м Б-дивизионе, а сыгранный матч это уже 14, то есть половина сезона это уже пройдено. Да, в общем, ты можешь сказать, что второй круг уже идет в дивизионе 3-б, равно как и в 3-а, также у нас... Ну а что, раньше можно будет уехать... в 3-м Б-дивизионе, да, тоже верно, Макс, согласен с тобой. Вот, в общем, такая ситуация, ну я не знаю, про вылетающие команды наверное, говорить нет смысла, поскольку у нас четвертых дивизионов пока на данный момент нет и вылетать, собственно говоря, некуда. Будем желать командам, которые находятся внизу турнирных таблиц дивизионов 3-а и 3-б подниматься, чтобы мы говорили о них здесь на нашей передаче. Все, Макс, просто здорово, согласен. Ну и пожелать надо, чтобы еще четвертый дивизион появился, тоже, чтобы было... А лучше два. А лучше два, согласен с тобой. Ну что ж, друзья, это была передача на туре. Сегодня мы постарались максимально объять необъятное за две недели. В студии был Максим Киселев, Дмитрий Ершов, Михаил Меркулов, наш спешл-гость Евгений Бакланов. Ну и через две недели увидимся в студии. До свидания. До свидания,